Добрый день тем, кто смотрит это в записи. В общем, у нас сегодня воскресенье. У нас сегодня воскресенье, финальный день специального азиатского турнира Корея против Китая. Это третий Варкрафт, 2019 год. Это 26, кажется, мая сегодня, какое у нас? 26 мая, воскресенье. С вами Михаил, он же Майкер. И сегодня у нас всего две серии. То есть это матч за третье место и финал. Она сказала, Нига. Показалось. В общем, всем доброго утра. Сейчас действительно утро, сейчас еще нет восьми, без 28. В матче за третье место играются двадцатые против Лина. А в финале мы увидим великолепный, великолепный просто эльфийский мирор. Между с Муном и Ла Лайтом. С китайцами четче вебки. Да-да-да, мы выбирали, откуда стримить, чтобы Back to Work. Почему-то, несмотря на то, что источник поставлен, картинка нечеткая. Какие-то пауки летают, я что-то... Spider eSports называется. То ли организация, то ли... Черт его знает. Хатори, доброе утро. Показывали на Back to Work, что последний раз, когда они встречались, это было как раз в рамках этого турнира, в групповой стадии. И связка героев у Лина была классическая. То есть совсем-совсем классическая. То бишь Форсир плюс Таурен. И здесь мы тоже видим первого ФСа. Я уже жалею, что не успел сбегать за кофе, потому что... Потому что надо просыпаться уже, а тут игры. Ничего, между первой и второй я побегу. ФС забегает, тут ни рубка не готова. Но там застройка такая, что если ты забежишь, то уже можешь не выйти оттуда просто. А в это время ДК вообще с одним получается... И он заказывает, представляете? И он спокойно заказывает Грейт на Т2. То есть у него там два битых Акалита. Он говорит, все нормально, а три гени. Форсир ушел, вряд ли вернется. Да, просто прекрасно понимает Лин, что происходит. И прибежал ловить на Креппинге. Просто до 20-го. Эй! Завтыкал, завтыкал. Может быть, он ждал, конечно, леса, что мне не хватало на Зигура. Но кажется, это был мисклик, потому что у него лес 14 было уже. После того, как он Зигурат заказал. Хотя нет, наверное, все-таки он ждал как раз гульку, которая принесла двадцатку. И на сдачу. Здесь вот 14 леса и осталось. Остались. Оба играют. Я, насколько понял, Лин тоже без Барака играет. Да ведь? Фаст ФС, быстро играет на Т2. И побежали харасть. Тоже весьма классическая штука. Барак уже есть, но... Учитывая то, что там Грантов, ни одного. Хотя в центре кто-то бегает. Может быть, и есть. Или все-таки был Грант на старте. Вот я не обратил внимание. Был форсир 2, 2 волка. Кажется, был Грант на старте. Прямо на старте. Просто он не решил заходить из вне рубки, видимо. Да, скорее всего, так. Попытка сейчас добить, но не дает... Ой, артефакт стырил. Вот, пожалуйста. Очень хорошо контролит. А, и вот можно было попытаться, конечно, добить этого тролля несчастного. Побежал ДК, он, кажется, понимает, что Гранты в это время добивали Огра на магазине. Пытаются сейчас подблочить. Китайцы такие вообще невнимательные. Блин, там Огры блочат ДКу для того, чтобы форсир успел добежать до магазина. Он убегает через лес, потому что прибежать первым и забирает все-таки артефакт. А, да-да-да, конечно. Но там зато китаяночка такая симпатичная. Китаяночка симпатичная, очень сложно встретить. Она старается. Да, предвосхищая ваши вопросы, жена спит. Как и большинство здравомышлящих людей, рано утром, в воскресенье. Здесь как классно из-за леса там. Живите, Ирис, любовь Пай борется с умом. На время пребывания... Мэри Хулиган. Номер восстановления императора. Приятно узнать, что Ютуб почитают хэпичем. Ты все-таки сетка закинул. Диас, доброе утро. Очень быстро и нынче, представляете? Это 30 лимит он X-Man ставит. Только вышел ТЦ, только там пошла движуха на втором тире. И такая мега тайминговая разведка от 120-го. Ну, повторюсь, они уже как минимум три матча сыграли по приблизительно такой же стратегии, по крайней мере, от Лина. И, видимо, 120-й просто четко по таймингу знает, ну, чего ждать, что проверять. Поликс говорит, у кого-то уже 14. А где ж ты живешь? Что у тебя почти 3 часа? Счетка и лан-чи. Такое впечатление, что тоже, не знаю, Китай. Владивосток, может быть, пояс. Класс. Четыре скелета, смотрите. Да, Дальний Восток, мы с тобой, ну, это с тобой хорошо. Приятно, приятно. Вам тяжело, конечно, вечерние трансляции смотреть. Не надо же прикрывать. А-то просто можно прийти через атаку отменить стунычку. Да, вынужден отменять экспант Лин. Просто армор окружается Финт. Он, конечно, какое-то время может еще пожить благодаря Койлу, но не решается 20-й трассе у него Койл. Сеточка. За этот экспант, получается, идет такой классный штраф. Грунт, 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 грунт. Ну, можно словить, ну, справа, что ли? Сауры вполне себе догнать можно. Да-да-да-да, побежал. Побежал Туриан за Финдом. Молодцы. Довольно дорого пришлось заплатить, кстати, 120-му за эту отмену экспанда. То есть он потерял по факту, убил грунта, отменил, где-то выиграл минуты полторы по деньгам, конечно же. Это где-то порядка косарика недобытого, но он сам потерял трех Финдов. Это 645 голды. И еще Телепорт за 350, между прочим. Идет сразу в наступление, потому что, ну, у него сейчас по лимиту совсем хорошее преимущество. Можно походиться на обсидианке, можно не дать андоиду покрепиться. Вынужден 120-й выводить гулей для того, чтобы хоть как-то с рейдерами справляться. Рейдер подрезает пока только одну обсидианку, а один рейдер падает. Между тем, ну, обсидианки по цене и подороже. Ой, как рейдер уходит на какие-то... Да, ушел, ушел, вот это контроль. Ну, лим, конечно, сумасшедший в плане контроля тоже. Жалко нам не показывают даже периодически, как это происходит от первого лица, потому что вчера те же самые игры в исполнении Хэппича, вы помните, производили впечатление. Да, еще, конечно же, опыт делал не только в деньгах, но и, конечно, в опыте героев. Почти третий таурен. Еле-еле 120-й крепится, еле-еле. Он потерял уже трех финдов и две обсидианки. Может быть, там еще гуля пал. Ну, вроде как они... Разве что на криппинге могли умереть, и то случайно. Идут сумасшедшие тоже вот эти вот объявления. Предоставили замок на севере Гао Ленгому. Приходите в него. Эти странные китайские стрим-сервисы. Да, голод сегодня будет 8 часов вечера. Умудрился, видели, Ленг. Просто пришел, подрезал артефакт, убил Огры. И сам с тауреном третьим, с хатхантерами, с кодвоем идет штурмовать базу, но это скорее просто развод на телепорт, чтобы андет вернулся пешком, если у него нет телепорта, чтобы выиграть время. Вряд ли будет сражаться сейчас Ленг, потому что у него только-только доделывается экспанд. Но он как-то очень нагло вырывается, он готов как будто сражаться, видимо. Те жертвы, которые понес... Так, чайник, стомп, сетка, минус рейдер, минус финн тем временем. Да, стомп, и съел, короче, кодоем. Рейдер опять на каких-то чудесах выживает. Чем вчера голод закончился, можно вкратце? Ну, неожиданным поражением Фоги, по крайней мере, он упал в озера. Сейчас мы все проспойлерим. В финале, естественно, Император, естественно. С такой игрой ему только в финале и быть. Ну и все. Все, что нужно сейчас делать Лену, это защититься на своем экспанде. Потому что экспанд уже работает, там 6-й рабочий, кстати, лишний. 120-й между тем не торопится, видимо, хочет там дополучить какой-то уровень. 60 лимиту против 45. Да, еще Крипджек может быть, но стомп... Вот сейчас можно стомп сделать. Хороший стомп. Бах! Великолепный стомп на героя и на двух финдов. Рейдера пытаются отвести. Ой, падают хатхантеры. Рейнджерка, рейнджерка, рейнджерка умирает, потому что Койл был потрачен не туда. Остался последний стомп. Очень битый лич. У лича закидывается Койл. У лича жоу. Светок скорости пытается убить Деку. ДК-4 без телепорта. Сетка. А, он Deathpack делает, восстанавливает часть здоровья. Но лимита не осталось. Да, лича, лича, лича. Личи, лича. Последний Койл. Отчаянно пытается это сделать. Со 20-й пропивает бутылёк маны. Какое-то время лича жоу поживёт. Или нет. Это ГГ. 1-0, уверенно. Уверенно. С одной стороны, грамотно. То есть, вы представляете, какая ситуация? Играете против орка. Ну, представьте, что вы играете против орка. Вы Undead. Это потребует какого-то количества фантазий. Тем не менее. Делаете разведку. Идеальную просто. Вы видите, когда ставится база. Вы посылаете заранее 4 скелетов на отмену. То есть, база орка ставится на 30 лимитов. В данном конкретном случае. То есть, ну, максимально нагло, максимально рано. Вы её видите сразу же. Вы моментально реагируете. И приходите, всё равно сделать ничего не можете. То есть, за отмену строящейся нычки, вы обязаны заплатить там каким-то количеством войск. В частности, Финдом. Да, возможно, ему стоило стелепортироваться раньше. Но вроде он там долго не сражался. То есть, как только был убит экспант, 120-й постарался свалить. Да, он накосячился с Финдом, который шёл на точке сбора. И вот его, конечно, надо было спасать. А с вашего позволения, я пойду себе кофе бахну и вернусь. Так будет бодрее. Слова. что потребуется для других Да, 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 да. Это более художественная информация. Это более хорошая информация. Это более хорошая информация. Потому что мы его уничтожили в ТАТ-ТИНТИННО. НИИ, это очень сложно. И ТАТ-ТИННО. Это было одной из тех, кто-то уничтожил. Почему это уничтожил в ТАТ-ТИННО? как у вас есть какие-то хорошие места? Что это, конечно? В чем zeitгод, как эти упражнения, это уже две esar. В чем эта упражнения, то есть для себя здесь есть одна из этих упражнений, которые получают два многих упражнений. и этих упражнений? которые находятся в беде, которые в уходят в беду. И если вам нравится приехать, здесь мне еще коты подрезали они теперь работают на пару от них вообще не скрыться перекрывает проходы подрезают вяжут ноги и ведут на кухню как не покормить то ё-моём ой хандр говорит откуда инфа про 200 по москве сегодня первый матч вчера кто-то из 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 вас говорил ой-ой-ой хорошо что уточнил потому что я мог не успеть вернуться к 6 это очень хорошо миллиона анонсов ждем начало следующий о и вот пожалуйста лин конечно на стиле такой серьезный это же лин женился на на дочке миллионера миллиардера ему эти ваши копейки в общем-то турнире суммарный призовой в 44 тысячи долларов лин женился на ferrari а можно фоточку и какое там состояние просто не любопытно обсуждаем по обсуждаем класс сникерсы что 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 они так он какой-то акцент сделал дикий как будто что-то произошло на старте невероятно необычное там и и показывает алтарь с декой блэд мастер 1 тем не менее вот это вот может быть необычно потому что последние четыре игры был фс но видимо из-за тартал рока здесь очень хорошо можно артефакты по повыбивать хотя и форсер с этой задачей справляется но просто артефакты ценнее блэйду наверное есть инфа что девушку комментатора зовут муму да я видел вот эти вот два иероглифа которые рядышком с ее никнеймом ну тогда и плюс конечно это это она молодец бодренько начинает с маленькой черепахи для того чтобы побыстрее получить скелетов а в это время лин просто с грантом идет выбивать не не будет выбивать я уже думал что он будет сразу огра шатать по крайней мере так допускал это допускался 20 потому что околит не просто так стоял возможно тут майн геймс то есть если бы то есть ли не стал крепится потому что увидел околита потому что если он начнет крепится и дк ну околет передаст информацию дк побежит он может успеть он же не знает точно где он находится может предполагать он даже респ не знает вдруг он на ближнем находится ну в смысле на ближнем справа имеется ввиду вот вполне вероятно околит вот как раз служил выполнял самые разные задачи боевые сначала выпало кольцо блэйду здесь мантия неплохо плюс 3 ну и перчаточки ну так 120 принципе тем же самым занимается только со скелетами выбивает артефакты бегает от точки до точки будет и я если 5 пиши вот сейчас первая встреча идет здесь искул с одной стороны плюс виндок вопрос кто стащит а у блэйда просто стоп Там у него нет слотов просто Прибежал такой Добивать и тырить артефакты У него инвентарь просто весь забит Причем 120 тыкнул Понял, что он не получил артефакт Решил сразу отступить, ну чтобы лишнего урона не получать Потом разворачивается Видит, что стоит Блэйд, рядом стоит артефакт Успел замазаться и Освободить тоже слот Сейчас уже, смотрите, 5 предметов у Блэйда Причем там могила есть, когти есть Перчатки, серклетка купленная, правда И Он выбивает еще Артефакт с магазина Несмотря на наличие колита, ДК уже никак Не успевает сюда прийти Кольцо регенерации жизни выпадает Второй уровень Блэйд получает Реген, кстати, ему сейчас поможет Я не допускаю, что он его продаст Ну, потому что все-таки место занимает Хотя вот ситуативный артефакт очень хороший Амун прошел до финале Мун и Лавлиет будут играть за первое место Это матч за третье С него по традиции начинаются Финальные Ну, в общем, если есть матч за третье То начинают, как правило, с него Оставляя самое интересное напоследок Ну, уже ли не дает Ведь на халяву так Спокойно крепится Что 120-й замахнулся на экспант Который, ну, на шахту, которая рядышком с ним Там артефакт хороший может быть В том числе Трушу Таура Тысяча команд мечты девушек Вызывают прямую трансляцию Национального гранд-врата приходить Тут лич выходит Красную точку крепит Я отвлекаюсь, знаете Поздравляем сопровождать круглый инт Автоматический перевод с китайского В соусе 2 комнате Подключив датчик 10 Чтобы получить ракеты Х2 Я чувствую, что мы что-то выпускаем Опять же на ГГ Вот какие-то моменты Ну, падает не очень хороший артефакт Привет, чудовище То есть только можно наворотить Непонятно, правда, зачем Ну, видимо, здесь проходят анонсы Ну, там у них называется комната Да, это перевод Ну, типа, каналы Проходят анонсы других каналов Так, здесь темплом темп Ну, видимо, баньши будут У каждого свои задачи там У Лина просто Саху нужно до третьего дать довести У нее наверняка есть какой-то предпочтительный маршрут По криппингу, который нужно Ну, нужно по-быстрому там Пробежать, зачистить Блайт в это время, естественно Отвлекает делать разведку Ну, 120-го, видимо, задача Хотя бы качественный 50 лимит сделать Дождаться арбул Дождаться кастеров Крутится рядышком Ой, начинает обсидианку бить еще Уходит винвол Просветка Заставила Щикоэл потратить Большой инвол передается лечу Ну, чаще фокусят В это время Саха крепит красную точку Любопытно просто, что там выпадет ему В конце концов Да, видите, он кольцо не продает Да, хараса вообще кольцо изумительное Потому что ты постоянно получаешь какой-то урон И в зависимости от того, насколько у тебя много хп Ты, ну, более интенсивно харасишь Короче, ты постоянно там размениваешься по здоровью Так, Саха третий Почему не берет он в экспириенс? Или он для Блэйда отставил? Любопытно Не, Блэйд там своими делами занят Ой, ну почему Видимо, у него маны нет на второе ВВ И он решил подрезать просто артефакты Или добить вот эту большую Нет, у него есть маны на ВВ Просветка пытается добить Но артефакт не взял А, и он добил, он добил большую черепаху Потому что Лич был Ну, у него немного не хватало до третьего После предыдущей точки То есть он вот две черепахи здесь закрепил Их не хватило А вот большую добил Блэйд Таурен третьим героем Сейчас уже, кажется, готов сражаться Лин Третий Лич тем временем получается все равно Сеточка пошла Спирит Лин Баньши Понеслась Просветка Блэйд вбегает слева Готовится вытаскивать артефакт Нова Опять артефакт А, нет, артефакт вытащил Это, правда, не очень хороший Вантов мана стилинг Жизл похищения маны Берсеркер Черепах будет смотреть слева Пробежал Сейчас, наверное, придется их добить по-быстрому Чтобы не убегать Опа Архмаг, который всем помогает Конечно, было бы еще неплохо, если бы у тебя В армии присутствовали тоже какие-то кастеры Сзади подходит 120-й Фокус, минус рейдер Не добил, ой, еще можно Кадоя забрать За Кадоя и двор Да, ну, разворачивается В общем, Лин пытается прикрыть Кадоя, Кадоя теряет Но стомп великолепный, посмотрите, какой стомп Баньши Прокляли все Хекс на Деку для того, чтобы Тот не кинул, койл не спал с Финдан Но Что-то ситуация для Для Лин не очень хорошая Для этого ракеты летают сверх Я уже жду перевода, чтобы По-моему, этики перевод не сработал Какие артефакторы Да, Квинг Действительно 120-й Повыбивал Ну, он три Три предмета из четырех Из центральной Выбил Что Лину досталось Типа два магазина Но здесь, конечно, очень ценные Опасные Зарядные артефакты По центру Они вот ситуативные преимущества Очень хорошие дают Всякие вот эти вот Большие бутылки маны Большие инволы Большие бутылки жизни Не заходит Только скролл в забист Хотя вот в данной конкретной ситуации Он мог бы помочь Тоже 120-му Потому что просто У Лина Нету Просто Просто нету Никакого диспала Рунные браслеты Это лесом Орк, насколько я понимаю Кроме чайника Довыева Нет никаких Заклинаний, которые Хороший магический урон Наносят Тут придется, да Придется На самом деле Он немного потерял Надо было 200 голды Потерял на шахте Чуть больше, чем 200 Ну да, там 2 колита Но Оценивая Риски То есть, во-первых Там Лин в это время Ушел Да Ты смог подкрепить точку Уже как бы Плюс Во-вторых Это не факт, что Он Заметил бы Эту нычку И успел бы ее нейтрализовать Своевременно Ну То есть Она все равно Как правило Выгодна Очень плохая позиция Очень плохая позиция 120 Он понимает Он сразу телепортируется Тем не менее Умудряется потерять Одну Банши Там подрезал Правда одного Берсеркера Да, тут же стоит экспант Тут же Причем он не выходит Из лимита 50 Посмотрите У него Косарь на руках Он пока не выходит Из лимита Сейчас Лин заворачивает К себе на эксп Смотрит, что там Все уже закреплено Ааа 120 Просто Решает Решает Поразводить Хотя может и нет Посмотрите Я думал, что он идет на экспант Но он видимо заметил Андеда И будет сражение на магазе Блэк очень хочет подрезать эту Хотел подрезать эту Банши Потому что она его очень хорошо нейтрализует Своим курсом 33% Причем 33% Что поинет Что по герою То есть это не меняется число Меняется только длительность Стом так себе Цепляет Пару финдов Одного съедает Кадой Другого фокуся Тут закапывается Но бестолково Потому что Там же выбит Голубой Огр Есть разведка постоянная Появился петлорд Вы это тоже заметили С хаулем И вот самое главное Что слева экспант Сейчас должен достроиться У 120 И он должен спокойно Выходить с лимита Он уже вышел Лимит 60 То есть ситуация какая Более-менее пассивно И тот и другой Действовали до Т3 Ставились максимально крепиться Ну там Лин пытался урвать себе Блейдмастером Неплохо Там спиритволкер Уже мастера будут Скоро останавливать Воскрешать Турену будет Вот Но потом Также сидение на лимите 50 Но 120 Ставит нычку Весьма ожидаемую Судя по действиям Лины Потому что он прям Четенько и пионом В определенный тайминг вышел И сейчас проверяет Но тем не менее Ой, спас Акалита Молодец В чем Спас Акалита Спасла Акалита И Банша И ДК Привет, Вестан Всем доброе утро Я сделал себе кофе Но не успел хлебнуть Потому что пришел И уже стартовала игра Да, у Лины ситуация Не очень хорошая Потому что ему Необходимо принимать Какое-то решение По экспанду Может быть Ну то есть ему нужно Навязывать сражение Можно, конечно, прийти на мейн Заставить противника Стелепортироваться Потом метнуться На скрофспид На экспант Ну, чтобы хоть как-то Не знаю Выманить врага Потому что сражаться Вот в такой позиции Очень не хочется Потому что ты сюда подходишь Тебе сразу хауль Хороший диспал От дистров Там, конечно, и таурен врывается Неплохо Врывается Ой, какой стомб Может быть, даже в минус Такая позиция Для 120-го Потому что Как-то без особых проблем Влетел просто Лин Во всю армию И что он Лидокол Нет, нет, нет Нет, нет Утречка Доброе Добрый лидокол Ты, конечно, меня напугал Кадой там пытается съесть Я успел закрыть Одну из вкладок Продолжается сражение По лимиту вроде как Все уже более-менее выровнялось Где-то 50 на 50 Я не все считаю Нет, все-таки Все-таки 120-го больше Часть в до заказе, видимо Потому что, ну, реально Тут визуально одинаковый лимит Прямо сейчас здесь Здесь сейчас Но где-то еще десятка Ой, какая новая Шикарная Минус берсеркер Получили там еще двое И СХ Кадой еле живой Очень битые берсеркеры Там проблема еще В прокачанных андэдовских героях То есть там Пятый ДК Пятый ДК Таурен, бедолага, третий Инвул Инвул Блин, у него же Инвул был Не доконтроливает, линь Да, развалится тут, судя по всему Там же еще добыча идет И все это время Там минус кодой Попытка героя убить Но там два койла ГГ это без шансов И вроде забежал классно, да? Но в тот момент, когда линь забегал У него уже было меньше лимита Там было 61,54 Очень грамотно просто 120-й посидел на лимите Помните, это косарь на руках? При этом Его наглость не знает границ Он сидит на лимите 50 Копит деньги, ставит базу Понимаете? Вот такой вот он И выходит ровно тогда, когда нужно То есть пока что за счет мобильности Там разводят Крепится Забегает Там телепортируется Выигрывает время, ставит базу А когда понимает, что грядет бой Да заказ плюс 10 лимита И все, у нас уже 60 человек Ну и сражался он тоже на земле Сражался он рядышком Хотя мне показалось, что Тауриан там может перевернуть игру Когда он забегает И две трети армии просто стоит Ничего не делает под стомпом Поздравляем с убийством воды реки-фу В комнате соуса Доброе утро Чтобы вы смогли испытать Космический корабль Блин, что-то еще там в конце было Чилвинг представляет Супер-ракету для сладкого мукси Приезжайте, зрители Название стрима на ютубе Я не умею его менять Поздравляю, красивый брат Сюи Хо Вы утром гримерки 2 через 10 И следуйте даже получить супер-ракету Можно еще китайский чат почитать Потому что там бывают Кто эта женщина? Якорь действительно А, нет, подождите Якорь действительно, ладно У меня сестра Муму, да, ее зовут Сестра красоты сказала Муму Эта женщина такая толстая Как говорит У китайцев, конечно Женщины такие красивые Женский комментарий Очень красивый Женский комментарий Не ясен Ветер сильный Как трехсоткратная леди Шикарно Это Утро Ватикана написала Лучше, Ники, читай Хайтянь Барабаны Никнейм Конопляный соус с белым сахаром Цветочные рассветы И разрушения Блин, столько перлов, конечно Ладно Да, отдали таков Нам их никогда не понят Австралийские пилюли Лемон Групп пожертвованы суперракете золотой стрекозы Дойн Приходите, посмотрите это Интересно, что будет, если на Гудгейме на трансляции других людей писать такие вот анонсы То есть стримит, я не знаю, там Пептар Нет, мне надо что-нибудь соприкасающееся Стримит, не знаю, там, поме И тут прилетает уведомление Там, топ-1 комментатор СНГ Не знаю, Медоед и Зерк ТВ Лучшая аналитика Вместе с Алексом 007 Приходите и получите большую ракету Я вот к своему стыду Меня, надеюсь, сейчас просветят в этом плане Подскажите, у нас матч за третье место, он Бо-3 или Бо-5? ДК ДК Странно вёл себе Он так Зигзагами бежал Это специально было, видимо, сделано Ну, кликал там явно Потому что обычно так герои не бегают Я опять не успел кофе похлебнуть С шоколадкой Три, да, всё-таки? Спасибо А финал, надеюсь, Бо-5 Ну, по классике, как надо Эльфийского Мирорчика Ох, с отрица в воскресенье Это то, о чём мы мечтали Ммм И лучше бы 7 Да ладно, там Мун, чего я Добил, добил, добил Добил Блин, вот бы вы ещё тыкали на героев В такие моменты, чтобы было понятно Добил точно или не добил По анимации показалось, что Именно последний удар был Гранта Блэйд прибежал, отменил Зигурат Хрен ты его здесь поставишь, говорит Блэйд Всё, извините, работайте, работайте Отлично Разводит на койл Я думаю, может иметь смысл вернуться с виндвоком И снова Зигурат отменить Уже поздновато, видим ДК уже очень близо ко второму эллу Да, добивает, получает И пошёл сразу Сам в такую агрессию Может быть это просто маршрут криппинга И он не хотел встретить Зислину Микрят, молодцы вообще Хорошо Вот интересно Сейчас, во-первых, решающая игра И вы помните, что в первой Нехуэллс Ну, видимо, опять же, это карта такая Оооооо Вот это да Тремя юнитами можно, оказывается, окружить Мы всё пытались Пытались, не получилось А Алину удалось Ну, понятно, что там скала Что нельзя уйти Камера не показывает Ну, тут угол такой Что не совсем видно Можно туда уйти или нельзя Но как он поджимал этого финда Вы видели Прямо в пару заходов Подблочивал его когда понял что все его пауку деваться некуда пришлёп пришлёпнул прихлопнул это сложно это очень сложно рождата там просто любой любое неправильное движение одного из трех юнитов все финт выходит тебе нужно как бы контролить его передвижение и сокращать дистанцию до него вовремя никаким макаром не выскочил о фишечка смотрите хекс покажите нам покажите там как угр солдатам короче эта тема с ну с хексом когда ты вовремя его превращаешь именно этого именно на этой карте именно этого город и превращаешь и рабочий не трожь все и можно его завести вот таким вот макаром ну как дракона например на на низинах охота на мамонта напоминает это хорошо он боросов не забил выпал капюшон хитрости доброе утро трейдер хорошей эй гранта обижают не рассчитывала видимо и на что так рано будет кинута сетка потому что некоторое время армия стояла так не понимала нападать не нападать вроде еще не отошли а гранта уже бьют вот я хотел бы сказать отметить то что блин одержал победу когда играл через фест это цей фаст x и проиграл на терия вот как раз связкой бмс х пошла аналитика чувствуете да вот сейчас как типичный синевик скажу вот если если сейчас лим проиграет вот если бы он сыграл на этой карте через фс и т.ц. то выиграл потому что выиграл на первой карте на самом деле конечно the coils именно хороша тем что там очень просто поставить x сравнительно просто его защищать потому что есть под боком и лагерь наемников для выхода из лимита и недалеко от мэй набежать а что на тартал роки что здесь конечно здесь сложно сложно так просто сложно так просто сложно закрепить и защитить экспант хотите фонтаны наверное лин выбирал эту карту исходя из того что здесь можно на халяву подкрепиться и подлечиться если он сыграл на этой карте фс вернута выиграл бы хорошая кстати тема тоже под фонтаны у виверн серия проблем но и сильные стороны есть в частности можно достаточно быстро закрепить фонтаны ну и на халяву лечиться постоянно потом 1 раньше так я пропустил там блэйд книжку читаем а я прочитаю хорош красивым и пошел экспант опять ну видит видит лин этого околита кстати может быть имел смысл знаете что сделать фишечку фишечку просто дождаться когда он добежит и попробовать с двух ударов шахту минуснуть я не помню на старте сколько у шахты но если 120 каким-то макаром не успел бы среагировать вовремя только что три удара нужно стартует соточки вот ну вот я не помню это точно сколько хп у шахты на старт неплохо лин подрезает по мелочи тогда просто если не успеваешь отменить до ресурсы бла-бла-бла прямой эфир или опозданные опозданы а там еще вампиризм выпал ну вообще очень хороший такой старт для лина отводит рейдера классно к дым съедает сразу убегает тоже как же он всю армию андеда по кусочкам разбирает а и только рейдера жалко под застряла вы даже второе лечение не спасло и лечь получает 3 ну вампиризм смотреть здорово же ой стомп лечение халявное лечение на фонтане тоже приятно как-то очень долго держится 120 благодаря баньши благодаря форст армору там второй койл там еще ман очень много нельзя сражаться лину он пытается спасти грантов добить там последних но бесцельно ну смысле цель есть но без без результата ой как он подблочил рейдер у лина конечно один из лучших контролей в мире вообще ну чё будет даст закружать зачем его окружать у нее 100 120 маны такие вот микро момент понимаете дк там догонял дк догонял один удар до свидания грант берсерк при отступлении который часто идет вообще в таком хаотичном порядке мы что юниты друг другу мешают там все дела он умудряется его правильно подвести выделить и подблочить деку для того чтобы дожить до окончания перезарядки лечения очень красиво еще артурщик расист говорит финале эльфы имена не нужны не важны слушай нам он бы тебя вообще за любой раз как много какая разница эльфа не ты-то хуже все равно ну ладно неважно я тоже как-то как-то много юнитов теряет теряет на отступление рин черт ельфа его периодически которые так что без оскорбления ничего себе ты как бы не оскорбил да неважно какие никнеймы и как минимум проявил у него уважение к мун вообще нашел еще к кому проявлять катает демки заливай мы посмотрим то есть я не буду но пацаны посмотрим без оскорблений возвращается ли на фонтанчик там берсеркер постоянно контролирует экспон который хочет всегда видимо хочет поставить 120 оба держится ли не на лимите 50 возможно из-за того что ну 120 держится на лимите 50 потому что даже если орк выйдет из лимита то при незначительном преимуществе будет сложно продавить x но и смысле x main потому что защищаться значительно проще мой минус большим ну алина ты просто понимает и ой как же он нарезает как он нарезает правда этому и стоило инвулан подрезал большие и развел на 1-2 койла хочется конечно добить этого дракончика рискован риском ходить ну а подрезал же артефакт айдолина я думала нет блин самый ответственный момент нам просто не показали что сделал blade стырил не стырил артефакт добил дракона не добил дракона я не получается нет артефакта у него нет либо он уже продал там протыкали по двум аденовским героем зато есть интрига я не увидел там артефакта этого уровня приблизительно поэтому я точно не знаю стом хороший минус гулька минус финт прекрасный стомп там по всей куче просто стоит турен и топает падает грант блайт неплохо нарезает устал видимо уже лин контролировать вражский x пришел сам свой поставить турен только 2 минус рейдер что должна быть манна последний стомп level up хороший томпу сделать хороший же уже нет можно вперед прорываться перегруппировывается лин а маска себе точно мне показалось что маска это предмет на 1 уровень ниже это точно предмет на 1 уровень ниже минус кодой спасли финда 1 а нет точно он же выбивал 44 из огра а там там вампиризм все правильно маска себе это того уровня артефакт сори друзья все правильно бетона не хватает здесь немножечко значительно сложнее будет пробить бетон делается процессе может не успеть вот этого очень плохой тайминг очень плохой то есть две вышки нормальный дпс но прочность можно было в три раза усилить жестокус подходит спирит линк лавка очень грамотными блин вот если сейчас не наломится 120 не пробьет вышки то я боюсь что он не пробьет экспанд все бетон есть магазин магазин пытается отменить и отмене джин отменяет магазин было и там работает но инвал включает и destroyer вылетает койл в него нельзя не под вышками сражаться увлекается сейчас немножко лин да он понимает что блин вот это да какая какой койл какая новость синхронно падает турин крайне не хватает конечно лавки вышек нормальный дпс там в 0 8 секунд 16 17 как не знаю как 4 арчи неубиваемые стоят стреляют еще можно контролировать это все дело там по баньшам пострелять забачено да 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 время то работает на лины и мы не обязательно вот выходите постоянно сражаться можно просто вот так вот если не хочется сражаться подвышками со двадцатого ну что ж поделать придется все равно ой опасно 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 дачи сражаться чтобы он не прошел вниз подрезается первый финт хауль на всю армию просто на всю финты что вообще не умирают то койл в них влетит то миссы вылетают плюс снижение урона еще от хауля ну вроде как лимита побольше у то есть 120 где-то где-то 50 а у лин должно быть 60 хотя с кодой подставляется гг да все таки все таки отбился ну вот все лин топ-3 в тот момент не потерял то что ну реально увлекся он вот этим вот этой атакой друзья сейчас самое интересное сейчас самое интересное потому что будет играть луна лики против против лавлиета у лина x все гг ну да они же при прочих равных короче они же ровно сидят на лимите 50 все одинаково приблизительно герои там по уровню сопоставимые и тут внезапно появляется база которая начинает тут же приносить дивиденды ну что шкатулка да мне потрачено было 600 голды да было потрачено на вышке но с другой стороны если ты не убиваешь что то извините то извините димыч привет поздравляем доброе утро соус ребенок в комнате утренний соус 2 на 100 разведка даже получить супер ракета сейчас будет неприлично длинная пауза я надеюсь что в отличие от вчерашнего дня сегодня будет получше но что-то мне подсказывает очень изменится иди за кофе да у меня кофе уже здесь стоит я наверно заточу шоколадку смр пошла что-то О, интервью Друзья, кто знает корейский или китайский? Переводите, пожалуйста И мы впереди, когда мы принесли О 번 еще один директор Итак, давайте тоже 2 문제 Первый вопрос, что мы в ЕАЭО Я использую уже его ооружение На «120» и на «100» И «100»? И мы уже давно уже давно исследовали Мой трансмиссер ЕКО и «СвангПС» Это было это до «Ундэд» То есть, что ты готов к veteranу? Я говорю сейчас. Я говорю про то, что вы знаете в лейдманском схеме, что вы можете использовать их трудно. Кстати, в этом случае, они либо судьба, То есть импульс когда противополам матча, что-то сделать. Если ты сказал, если в Prayer 120 всегда у меня позиция, то точно не так хорошо. Если бы на vidéo у нас, то там обжигают н services. Чтобы сделать Это очень тяжелое. Так что с этом моментом это проявляли. Так. Это созидателы не выработки. Ну, что наш лестнический ладон, мы знаем, как это здесь проиграл бы выводный раз-будитель. Да, какой лестнице. Вообще так же это обучение? В этом случае я попробую срочно откликать это для них? И если я стараюсь срочно третать по моему ТАТЛЛЛАК, я бы задал это, то это просто третллак? Или этот третллак? Или это просто третллак? Доброе утро. А коньи до 1? Блин, ребята, я пойду, пожалуй, футболку и штаны надену, а то как-то неприлично. Я понимаю, что вы этого не видите, но надо, знаете, как радиоведущие в этих олдскульные в костюмах приходить на работу. Да, для тех, кто смотрит записи, друзья, вы можете попробовать перемотать вперед, возможно, продолжение будет через час. У вас есть, в отличие от нас возможность пропустить повторение 20-кратных самых разных роликов походящего рефорда. Но, ребята, кто в это был, кто был? Кто был был? Кто был был? Итак, мы сейчас покажем его разговаривать. Время потом, я покажу, что ли мы проиграли. Аминь! В полном элитронном спортсмете нет ни одного чемпионов в спортсельте. Но реальная соревнования является рефлексность о мечте и кредитах у мужчин. Университет глобал электронный спортсмете будет обзор начать 20, 20, 2019. Когда новые挑战ы с новыми спортсменами, появятся в программах у нас на спортсменном спортсмене. Пугги! что-то новое не нисколько это не новое во ибами лабион а 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 бегешь курить не стримил отборы евро стримил поставил заливаться всем возможно еще не обработалась у них такой логотип у spider esports как будто это какая-то китайская мафиозная группировка паучья знаете понятно что мышкой как бы типа паук но возможно там целый синдикат маскируется не собираются в подвале и плетут свои сети нужно такая реклама как только с голосом сокола ты будет слишком сексуально это перебор уже перебор мне нужно сказать что здесь есть чтобы показать что мне нужно 0 5 я буду делать что мы сделаем но мы догадываемся все что я думаю что мы даже если вы знаете и что я не верю и в этом ролике торг всегда без шлема был а я не обращал внимание никогда фиджет спрашивает фасиль будет во вчера разок сыграли а ты же был в игре даже фиджет я чувствую знакомый ник не знаю не знаю будет ли или нет потому что сегодня очень такой тоже насыщенный в плане трансляции warcraft и день сейчас мы с вами сейчас это тоже не совсем сейчас но следующее что мы с вами посмотрим это будет цилинд блин лалает против муна финал корея против китая это китайским организаторам относятся пострелом на прохождение ну он горе естественно там нужно пройти просто истеричка вы видели что написано было типичный сильник бах на тебе банхаймера подпишись на премиум не будет как упырь а держу губе им поддерживаю губе им ты поддерживаешь киберспорт ходы еще извини пожалуйста я ухожу на гг какая-то анимешка не настоящий как будто да есть впечатление что анимация недоделана после первого такого вот ролика который был показан вот вот здесь вот очень много было вопросов к анимации хотя джейна хороша но ты по размеру груди и оцениваешь как как ты оцениваешь хороша там у нее там анимации особо не было не знаю если показать какой-нибудь там представь кубик и вокруг него там летают треугольнички и и и кругляшки да нет неважно по часовой против часовой а рядом джайна просто стоит нормальная анимация хороша-хороша а как еще можно оценивать согласны ну как здесь просто хочу разъяснить критерии оценки на смотрите футмены бегают как рывками такое впечатление что у них фпс а где-то ну фреймов наверное типа там 20-25 то есть нет впечатления что они плавно двигаются спасибо да иди к черту звука вы звукорежиссер я ничего не трогал это у них там звук x2 просто подскочил где-то это уже слышал дата выход как когда 2019 год и опять тише стал ваш звонок очень важен для нас пожалуйста оставайтесь на линии вам ответит первый освободившийся оператор в общем-то все голос лавна смотреть да я думал об этом но пока заставки не надоели в его другим . ру тоже синий ничего себе добро пожаловать у парень нет консерв чатику привет магия оценивается просто мужики по длине бороды женщины по объему груди она в общем где хранится мана потому и оценивать от нас на ману там надо же с одной буквы написать я мое есть хорошо там нет это не смешная чемпион в электронном спорте но в реальной победе это решение о мечте и верность человек the global electronic sports network will be all feeling launched on june 28 2019 the time new challenges will be born to change the mode of our human electronic sports dota auto chess он давайте пойдем славно посмотрим это все конечно очень интересно что у него там ничего себе ё-моё вот это я понимаю сопит слон хорошо значит процесс идет да я обожаю этот респ вот знаете закончившиеся патроны в тяжелом пулемете говорят о том что здесь как бы вообще жестенько было все хорошим явно на захват этого мутона оставил так куда отойти слышу ну болен да и готовность нормально запросим сокращаем пытаемся захватить не пытаемся убить видимо так что ранений у нас нет все ровненько блин слону нужен микрофон хороший знаете чтобы из вот этого дыхания и сопения был получился отличный асмр но такой не знаете не для подростков не для пацанов школьников которые которые слушают как девочки там шуршат а для мужиков но не в этом смысле я имею ввиду нормальный такой асмр вдохи-выдохи тяжелые такие знаете блин даже по интонации по интенсивности нажатия на клавиатуру можно понять настроение слона смарт для взрослого мужика города микрофон тереться но это тоже как-то стремно так друзья давайте я интерактивы добавлю принимаются ставки сколько слов скажет слон за минуту сколько слов скажет слон за минуту первый вариант 0 2 1 потом 2 потом 3 3 3 3 3 нет не делал подождите сейчас создаю голосование поехали время пошло 44 секунды 4546 прошло 10 секунд пока без слов 20 увидел мутона комментарий мужчинка вы мне не нужны полминуты да ну тебя ну могли такой контент забубенить а дару ледоков ну посмотрим что там будет все ты делаешь эльдар что ты творишь какое здорово ледоков привет написал нам еще один пак эльдар главное сидит у нас в чате пошел к слону с ним общаться что можно там потихоньку попробовать подойти видимо он проголосовал за больше может даже успел где-то сделать красиво 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 лед очень красиво драма с привет короче сами нереально все это делать не честно просто так сложность к теме давать и на зиму низкая раз тут бегают паки по двам то есть на похищениях стандартно 4 пака то есть как ни крути 4 пака насколько я помню вариации идут чрезвычайно высокая средняя низкая и соответственно по количеству людей и суммарному и соответственно по количеству людей паки ну вот здесь видимо низкий уровень сложности один удачи пол грязно играет да 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 конечно косяк 30 крит у нее руля нет финнов все по делу комментирую этим рестри мы забираешь у меня зрителей нет нисколько здесь вообще я не хочу показаться не скромным потому что я не скромный но не хочу показаться не скромным но после того как началась папе с икс комом внимание зрителей икс кома в принципе она повысилась вот это заметно по числу зрителей потому что все смотрят как играет нубаса потом заходит и смотрит нифига себе а тут от роде играет тут слон играет так что ничего никого не отбирая пошел яд кислота нужно каким-то образом снять у него еще парочку хп а чего он боится каким вообще макаром каким макаром раненый мутон под кислотой пробьет сапрес полу кавер даже вообще там даже близко не может быть а тупо умеем и кислотой добивает красиво давай мимо тупо умеем а тут плохо не боишься что мы варкрафт пропустим я уверен что кто-то мониторит все надо сейчас захватывать его бедолагу там на зарядов тугометом серьезно он до единички хочет что довести довел до единички заряд здесь один чем не добегаем только не фланговать короче только не фланговать чтобы угла не было делает а вот еще три заряда ей там вон можно за за full cover справа от красного можно и так он все равно не попадет он все равно не будет стрелять по человеку который не сопротивляет его что тут думать и значит он боится двигаюсь на позицию нормально все прописал глипой не почему вон x ком смотрим один процент пойдут захваты первый пошел падай попытка easy просто да здесь человек ведь по два по три человека в пакет было похищение скорее всего сейчас дадут 85 баксов это будет еще один сигнал что это было похищение низкого уровня два ранения неплохо 80 ничего не не 108 а 108 может быть потому что бонус есть тоже защищение от региона что у нас поваркафта там как закрываем тут прогресс есть команда искупления мисси стр и звонит в прямом эфире раздвоенного соуса приходите ладно возвращаемся смотрим что слона третье сентября у него день проще мы хотели построить на то что мы потратили на танки ага фрагменты мы отдавать не можем гранаты мы тоже отдавать в принципе гранаты мы можем сделать почему потому что нам хватает фрагментов на улучшенный гаусс стольник неплохо темней сколько мне там 50 ученых уже ладно 47 я думаю блин мобильному большую бы сделать к ауту это да спутниковая коммуляция боевые меткость 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 она стримичат прикрыт голосовал к болин ребята пофигшен 3 сентября делать пробивающим так так мы к паладину жизнь 9 танков модули там по 20 баксов приценивается берем беру говорит пять дней готова догорят так что у нас пехотинцы так четыре задания хорошо на такие ранения легкие видимо из фатига вытаскивал как это поразительная синхронность либо была мега сложная миссия пришла на получала и ушла понятно тогда все-таки миссия была так и лири сплава и спутниковое наведение готова меткость 3 4 5 6 7 и боеприпасы крисолидов скрыли хитин доступен а импульсные лазер кибердиск скрывает блин я хочу хочу в эту низко большой похищение что-ли серьезно будем коцать а что у него интересно по авиации видимо бронебойную же есть раз он так вылетает или он просто хочет на тип корабля посмотреть на тип корабля все понял это хорвестер судя по внешнему виду давить у огромный террор пошла жара до ресурсов сядет один террор а второй должен сесть надо проследить за этой большой тарель тарель куда-то на правду указал еще террор подряд подкрыл маленький разведчик лязерная пушка в октябре крыса мамка в октябре блин я чуть-чуть до крыса мамки не дожил короче друзья я знаете о чем сомневаюсь может быть стоит продолжит после базы мы там договорились мистер н1 что челлендж уменьшается там два раза даже больше чем два раза у меня типа появляется возможность после базы продолжить мне нужен спит и мне нужно взять аутсайдера зачем вы его задестроили ребята я этого не делал нервно курит дату изи маловато людей казарме интересно какой-то мемориал у него что если ты не теряешь бойцов и стандартно проходишь миссии то в сентябре у тебя где-то 50 неплохо пятьдесят три человека 51 человек где-то так да что ж такое ты дырить вашу налево друзья мы ждем варкафт просто были какой пехотинством хороших снайпер 106 о кайф вот это прокнуло ему в конце еще пятерочка очень много интересного ждет тебя кибер вскрыли этот хорошо потому что там выборочно еще импульсный или а ну надо улучшное оружие да видимо для для снайперов в первую очередь и для rpg сегодня утром прибыли новые инженеры все-таки решил гранаты делать зачем нужно варкафт если слон x-ком ну у меня на самом деле когда я смотрю вот слона появляется желание поиграть в x-ком сразу то есть моментально потому что особенно просто где мы потом возьмем иллириум шабар закончилась перси с мутонами перси на той базе не было берсов на последний были литные мутоны короче базу прошли три критических ранения но прошли ничего поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает боброе утро доброе утро работу не скучно ехать отлично отлично привет тебе не скучай мы ждем финала по варкафт умун против лаулета сделаем рестрим со слона слон хорош вот я смотрю вот это сентября у меня же где-то на базу когда там напали в конце сентября тоже полтинника верен макар на то есть 83 страны отданы мне 4 но ситуация у него получше все равно потому что виде рендор успел уже пару бас формануть минимум народу не чуть меньше 6 часов плюс еще танки но по исследованию он впереди я полагаю что у него там и мастерские нормально выстроены может реально попробовать базу переиграть тогда конечно челлендж отменяется основной но зато я прям с этого момента начну да там такая печалька с ранениями буквально недели еще 10 человек вернется с ручей лишь сохранится дара дара да то есть отменяется первый челлендж просто а 2 там база на двадцатку это как раз с одним сейвом да наверно так поступим что вчера я поиграл в и так спустит с одной стороны блин я что в один день довольно много всего успел сделать даже не в один день там за за три с половиной четыре часа в месяц просто вдруг и террор страна не выходит не я попробую еще я попробую еще хотя знаете мне нужно будет в москву ехать второго во вторник где-то дни дня на 4 получается я не знаю как мне поступить тогда с со стримами с одной стороны его пуха буду может быть от него и можно будет постримить все равно интенсивность будет не там ноутся выбери ну и ском кстати я не уверен потянет ли на том ноуте на рабочем вроде мобильная версия 1050 x ком должен лагать не у него не лагать папа по графике но там кажется не помню какой процесс я думаю что на full hd 60fps не хватит техас тебе не надо ехать мне не надо ехать техас когда там варкаст уже сейчас он будет долго готовиться да ждут хорем такие понятно у них там скука ничего себе он пулич это передает дает плюс 2 но защиты из плава плюс 2 хп они прицел на двойной выстрел а прицел то важно там как раз вот 80 90 получается с пар выстрелов ну по целям который без кавер а его как раз задача делать метки и делать шерду по таким крупным целям типом вот он у берсерков кибер диском мех той дым как раз разница 88 точности она полечит топиру очень помогает что дугомет мы на терроре будем захватывать штурмовиком что происходит видимо будет не нибудь передумал всех но слон активно готовится вы слышите броню не надел пушка нельзя без брони полетит нет ну-ка поломка сейчас напишут броню не надел блин броня хотя бы фалангу че отправляемся в аргентину похоже пришельцы решили ударить туда в одном крупном городе появились пришельцы похоже эти нападают на простых интересно что он скажет когда обнаружил что у инжа простая пушка но это ладно и брони никакой неужели так задуманным это москве будешь стоять у пуха но я не знаю где пух живет рейнджер можете начинать атаку огонь вести осторожно внизу гражданские 3 человек с левым зоне операции гражданские от риска он уже а она двигаюсь на позицию еще серьезно не боишься хотя у него снайп топовый ему нужно с кончиком до прокинуть будет для того чтобы кибера просто увидеть на сканчик лучше разведчиком кидать они инжом потому что у разведчиком больше заряда банально лучше не нити сюда инжом от неважно кидает единственный скан инжом но чего чего не разведчиком то но зачем зачем тратит мистер пакет я туда по работе еду к сожалению посмотрим может быть и привет все понял все понял вопросов нет хочу бы не ранить его сначала тяж палач там метку поставить опять же что за последовательность до 120 уже играл да серьезно ну ладно вход пошла тяжело артиллериям он боится потому что стикер может фангануть шакалака добиваем скорее всего у него рулетка точно сложно прогнозировать урон который влетает 16 процентов потому что в делай там выборочное прицеливание не делай выборочное прицеливание все равно непонятно сколько влетит еще один кибер пачка крыс ну а тварь хорошо 4 человека летели сюда крысы в нашу сторону вроде судя по тому как они смотрят подозрительно на нас будут бежать нет и пачка цингванов еще находится где-то в северной части собственно и убивает мирного 1 красиво у него инфантря кстати является офицерами видимо исходя из логики что выстрелил и дал приказ обычно офицеров делают из людей которых у которых есть половинчатые действия до или действия которых не происходит регулярно ну например там медики рокеты и так далее то есть рокет например занимается часто тем что он ждет подходящего момента а потом кидает рокет вот медик обычно там не лечит не ну то есть это не не штатная ситуация когда медику нужно лечить каждый ход пехотинцы видимо берет под офицера исходя из логики что он у него есть половина действия так же как например закидывание дыма у медиков да и плюс он освобождает класс делать класс свободным как он сам говорил что он снимает эту роль из медиков медиков самая высокая воля а самая высокая воля это хороший психи ой болен трындец да просто там двое мирных сидят и еще улетает один это дабл мув или что это был мув это нормально чё за дабл мувы ты не закрываешь в таком случае но хорошо не постреляют на что сейчас могло просто прилететь во фланг это я бы расстроился если честно обмашнил переигровку но какого хрена это гг да нет не гг отчет коллектив хорош топовый а дамажащих людей здесь почти нет ой мирному уме убил не не мирного так кто-то другой троечку получил этот кидается просто рокет видеть в район конь ну вверх машины и все и уже контролю тебя тогда секеров убивать зачем те дроиды но серьезно не секеров шатни ну так вот 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 она идеально и vision появится секеров шатнешь боли ну что ну как что же китайские ракеты чё за хрень отклонение 04 он не попадает вообще по второму град охренел признавайся да согласен вот приятно что x ком вызывает аналогичные эмоции то есть ты планируешь ты ожидаешь увидеть один результат она тебе хренак просто и говорит вот тебе и не пухан горит прикольно что разоброчек парагона забыл его имя ринс значит снова сила работа на следующей версии карту столько получил хорошо до как и многих людей когда да а ринс конечно уникальный если кто не смотрел интервью с ним на стримфест посмотрите но он псих фотос мое уважение здравствуйте поэтому я не люблю вот эти вот каверы фуловые которые рядышком друг с дружкой стоят что ты никогда не знаешь как тебе поставить правильно человека либо рокета либо пулича то есть будет ли они по левую сторону либо по правую сторону хрен его знает пустые пошли да там мирных сейчас будет ушатывать это самое самое печальное причем один кажется сынман и дроид улетели влево вообще то есть они там могут начать бодренько весьма карту чистить и старый бьюс самодельно она кажется в общей но подписано в описании короче тайминги есть все мы целестремленные люди психской точки зрения конечно я использую слово псих и без негативного окраски то есть это не не буквальное обозначение человека у которого проблемы с психикой человека который отличается от от нормального потому что большинство нормальных не вызывают интересу блин а сколько он может жить еще серьезно с под ранком чё происходит сикер хорош пожить вырывается ее на хорош самар карты стартой хорошо спасибо большое что что вот кстати вообще x кидман спасибо тебе вот прям прямо от души четенько итак наконец-то друзья мы дожили до финала содержка была чуть меньше в час у нас корея против китая в финале два корейца китаец занял 4 4 место и в финале 22 самых сильных игрока не самые сильные расы конечно у нейтральный герой улалайта кто это кто это кто это кто это кто это кто это так из хороших вариантов кто может быть рейнджерка хороший вариант панда но удивление но в зависит от того короче какой будет героя муна кипер 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 против кипера что у нас там блин что у нас против кипера реально хорошие что рейнджерка мне что-то не нравится против кипера его стихия да нет нет тинкер тинкер ну вообще эльфы могут брать и разных героев то есть сочетание мунвелла фарчей это это точно какая-то заготовка понятное дело что не хочешь собрать дисплеящего героя типа бестмастера какого-нибудь может доживаешь до дрят и до свидания ну фаерлорд естественно нет тоже нага вряд ли потому что кипер ее ушатает с прикопки мне кажется это либо рейнджерка тинкер хороший вариант согласен кто еще без нет без глупость кто что еще хороший я ставлю на панд нет рейнджерка панда тинкер вот такая последовательность только не мир это вообще не мирор панда диспл увидели какую диспл прям стрела влетала в виспай и он диспелляться и панда пошла крепится лалает что происходит это харасс виспов может быть может он дышать по виспам вот по тем пятерым будет нет это очень странно дело в том что панда она конечно молодец но она очень нужна это в криппинге то есть как раз такая карта которая позволяет достаточно быстро прокрепиться но почему панда пошла почему она побежала сюда почему она побежала на козла а офф агрессия так прибегает козел тут все прячутся барак уходит панда возвращается выкупается тролль опасный момент можно просто жрицалистых троллей вышатать диспл диспл энте диспл он добегает тролль до мунвелла грамотно и хорошо пока ла лайт реагирует на панду в смысле на козла а вот у муна как будто он решил похорасить панду окей еле живой барак дыхание чтобы манна регинилась пока пока по крайней мере не стандартное такое начало барак дверчи добивает хантер схоу да это чушь да нет не чушь почему если нет димы то есть панда чушь если идет стандартный эльф то есть если идет там диван хантер хрен прокачаешься даже если прокачаешься будет высасывание периодически ну то есть выжигать себе ману будут а так почему панда чушь делаешь масс дриат и улыбаешься все против кипера он также правда делает но панда то пополезней чем чем кипер против дриат она по крайней мере экспо не выдает на халяву не удивлюсь если там будет еще пассивочка у него то есть дыхание пассив идет криппинг хорошо хантерс холм ночное зрение муна прекрасный там артефакты забит под завязку и пошел экспанд тут же палец минус висп хотя было видно что он что панда дышит можно было попытаться поддиспелить сейчас эльф обычно дальше арчи не заходит в играх но тем более то есть арчи универсальный юнит контрят соответственно почти все кроме т3 наверное вот и панда конечно против арчи она просто шикарно но здесь не будет арчи потому что никто в здравом уме против третьей уже панды не будет мастер арчи поэтому мун свитчатся по крайней мере две лорницы еще конечно как вариант с пандой воздух перейти трейн ну если ты не понимаешь не надо это самой чушьи это самое называть потом варианты придумывать все хорошо у панды она получила свой важный третий уровень вставить даже раньше чем я алхимик второй гулять так гулять вот а медведи это как раз выход медведи это выход потому что они значительно плотнее их меньше эффективность дыхания снижается очень поздний почему-то от лала это хантерс холл он явно останется на т2 ну и должен будет видимо с дриадами как-то отковыриваться а и дирижаблю будем брать чтобы арчи спасти она и так спасается класс все сам проверяет видит экспант тут тоже какие-то две арчи которые разведочку сделали немножко поснимали так медведи встречают ну хочет просто отменить экспант строящийся это понятно успешно отменяет экспант успешно отменяет магазин тут с другой стороны шахты не работают я не знаю кому хуже в такой ситуации это тайминговый апгрейд очень важный апгрейд и его можно отменить потому что виспы не помогут и он успевает по динамике отменить показывает виспов на что хотя там панда пустая отменил заказал кажется апгрейд в другом месте все минус лорница здесь наверное тп на тп ой какое дыхание минус 2 энта не не успеет динамика отрицательная это же не отменить это деревом жалко только что шахта не прикапывался лолайт да доделывается играет на медведя вот любопытно там лорницы у лолайта лавлиета лолайта да только сейчас ставится тайминг важный тайминг важный какое количество ракет полетело посмотрите наверху кипер четвертый аура хорошая правда какая хорошая ее близы по-хорошему должны были поменять хотя это будет кажется в следующем патче вслед за изменением ауры паладина ну именно родной ауры панда пошла смотрите под низу должны конечно подтянуть еще артефакты но кстати бриллианс ауру так и не подтянули то есть так не сделал ее ну не опустили ее так скажем все идет тайминговый пуш с медведями я боюсь что просто не успевает лолайт по таймингу у него должны быть уже первые ряды с дисполом для того чтобы контрить вот козла прикопку и энтер у него этого нет вины пары дыхания очень хорошая иллюзия панды для того чтобы танковать отменяется мануэл медведи реально очень много времени потеряли на иллюзиях ой неправильно отступает лолайт зажимается у него тут арча зажимается тролль на халяву просто убивают дряд не хватает вот вот энты не хватает дряд шариджувы тоже которые нечем контрить но правда дыхание успевает сделать панда да тайминг очень странный просто очень странный тайминг обычно если да ты делаешь экспант но если противник идет в т3 то у вас приблизительно одинаково должны медведи с дрядами появляться где-то в каком-то моменте лолайт подтормозил то ли с т2 то ли с хантерс холлом то ли с лорницами да телепортируется мун не удалось продавить он вообще сам сто раз проделывал что-то подобное то есть навязывал противнику агрессию ставил эксп и защищал отбивал его дрядами в частности он любил играть через на этой карте патму против демона когда демон волмете димка выходил соответственно в т2 т3 с одной базы патма с небольшим количеством хантерс ну минимально необходимым так скажем ставили экспант и все две лорницы на т2 то есть патма там 3 плюс и много коз димка хотя с арбой с медведями но за счет того что там уже 60 лимита на 50 стандартного за счет того что время работать на человека у которого есть экспант отбивал эту атаку таймингу и все и конец фигово конечно когда у тебя с героев солон пятого левела и ты крепишься это потеря по опытам жалко конечно ты получаешь бонус о это фейковый дирижабль нормально прилетел такой он пригодится он пригодится опять ракеты полетели папа изменил свое имя мистер санта я тупая свинья которая дает национальному супер брату супер ракету буквально написано это сентиментальный брат кальмаров сентиментальный брат кальмаров тайская космическая программа но от козы начинают нормально уже там в неплохом количестве они сейчас но сейчас по лимиту нужно понять он должен делать выходить из лимита у него все для этого есть 57 на 70 у ла ла это уму на 52 на 60 но все равно да уже 59 были деньги на выход из лимита ла 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 это классно харасит это отмена шахты выигрыш там полминуты наверное рейк прикопка а его можно а там есть телепорт все нормально телепортируется окей ну вот сейчас лала это нужно в течение минуты собираться идти в атаку сделать я не знаю там а он т3 делает не 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 это какой-то странный тайминг короче тут либо майн геймс либо тут точно майн геймс я не понимаю на каком уровне видимо не на моем раз я не понимаю смысл в том что время у ла ла это очень ограничено и вместо того чтобы попытаться продавить с превосходящим ньюитом чисто с козами он выбирает выход т3 с попыткой как-то ничку подхарасить но подхарасить уже не получится потому что мун прям целенаправленно стоит на экспанде не дает никуда ну не дает возможности высадиться панда тем временем почти пятая на карте правда не осталось никаких точек и где получать этот пятый уровень совсем непонятно это слив ненужного лимита просто можно было самостоятельно убить арчу но видимо она там разведывательные какие-то мероприятия предпринимала или все-таки получит пятая пятый уровень панда о это минус алхимик кстати если сейчас панда не успеет прийти со стафом то хотя там диспл какая разница уже прикопка ничего не делает штрафует козочку одну персональный телепорт да козу подрезали о еще как грамотно перехватывает вы посмотрите ла лайт муна по разным дрядкам стреляют дряды замедляют но здесь уже риджу в дыхании на медведей ну и первые медведи готовятся просто сейчас ситуация выровнялась то есть тут и у того базы и у того базы единственное что возможно стоит муну уже козла переучить ну на третьи шипы и переучить имеется ввиду потому что все судя по всему сведется к битве медведя на медведя что ему конечно не на руку учитывая наличие панды и алхимика у врага не ясно как сражаться не ясно то есть вот толпа коз она контрит оба скилла козла оба скилла энты рассыпется это бесплатный опыт прикопка особо работать не будет и вот смысл в козле да а там все нормально там винные пары дыхание осидочка это все хорошо работает да винные пары диспелятся но осидка не диспелятся пусть винные пары будут какое-то время ой артефакт забыл про косяк косяк вот аура шипов в битве медведя на медведя она очень полезна при нормальных грейдах она даже получше чем вампиризм ну нормальные грейды на армор имеется ввиду 8 плюс так дирижабль минус ну что 70 лимита ой можно просто тыкнуть в нычку сдуть виспов и все минус эксп грамотно увел что ж ты делаешь ай 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 муновский экспант убивают ночи блэстинки есть медведи стоят очень хорошо сейчас второе дыхание панды по всем виспам и до свидания экспант телепортируется да и телепорт сразу отсюда ну это похоже на минус муна это очень похоже на минус муна он конечно там ставил чуть пораньше базу в левом нижнем углу но добывающий эксп у него потерян панда 5 у панды вампиризм есть грейды 2-1 лалайт ставит еще базу справа вон еще один экспо строится да это понятно он строился еще когда он вот эту точку начинал крепить но он пока здесь не решает никак нужно что-то более радикальное правда не знаю что для того чтобы справляться с этим всем безобразием на самом деле тут вариантов всего два либо это масс дриады либо это масс ферики ну либо ты как-то нейтрализуешь качаную панду там не знаю демон хантером виспами но виспами к панду нейтрализовывать пятую это конечно мазохизм тот еще то есть вот самая большая проблема муна это именно пятая панда то есть она по сравнению с пятым казном конечно просто прекрасна но она не контрится просто алтавист на ютубе да что-то появилось что-то обрабатывается еще выпал скроу за бис нужно козлу это все дело продавать на дирижабле сантировать по одному виспу панде там дирижабль достаточно быстро фокусится и алхимик стреляет и дриады стреляют как только это все упадет одно дыхание и виспо вздувает то есть к панде реально очень сложно виспами подступиться разве что там не знаю с разных сторон ну вот это энтони не решают здесь это халявная экспа повторюсь козел мог бы быть полезен исключительно если бы переучился на ауру шипов третий торнс 30 процентов возврата милишного урона это хорошо это лучше чем вообще все что есть сейчас у козла за счет хеленвардов можно вырулить конечно потому что если их правильно поставить в таком большом лимите то можно до них просто не добраться выжирает лес по грейдам тоже он проигрывает там 2-2 у него по крайней мере только первый ну второй грейд на атаку делает вообще должно быть в салат просто в салат в пользу лавлиета ну да там есть свитки это понятно повторюсь только хеленвард я думаю тут можно может унести такой ну дать такой хороший плюс чтобы чтобы нейтрализовать преимущество вот от вампиризма от 5 панды хотя он тоже хеленвард и есть оседочка провоцирует медведей диспл 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 где там диспл дыхание очень странное и энтов не дисплейлит лалает хеленвард пошел первый от муна хорошо дисплей дропаются от лалает правда направо нужно сейчас вины и пары дыхание блин и вот что-то панда пустая уже не лалает проигрывает из-за хеленвардов из-за того что панда без маны он телепортируется назад очень странное сражение произошло то есть если у вас герой на котором завязано так много покупайте ему бутылек а там химеры делаются покупайте ему ману хотя бы на связку на одну потому что оно того стоит у меня там как лалай это покажите пожалуйста переучился наконец-то торрент 1 3 слава богу молодец я не пойму почему он это не сделал к прошлому сражению панда наполовину шестая нет судя по опыту они более-менее разменялись то есть если мы отталкиваемся от того что оба героя были пятого уровня к этому моменту ну там не больше не меньше с небольшим отклонением короче сейчас дроп может быть хороший смотрите а там экспанда нет в принципе высадилась а там никого панда ой на на пять виспов можно вдохнуть ради шестого уровня она это делает ради шестого книгу не читают принципиально но чужие книги брать нехорошо шестой козел конечно тоже может нести тут а то уже пробежал мимо книги ловкости не берет нечем перебивать ульту то есть это ченнелинг который ну никем не перебивается здесь так он выдвигается в центр там скорее всего четырех химер просто ждет пытается в ла-лайт выиграть время потому что четыре химеры очень могут медведя удивить третий играет на арморыч он идет угловую базу убивать сто лимита сто лимита ну это он хочет разменяться просто рабочую базу на самом деле на т3 стоит разменять главное потом посражаться за эксп за свой тут рядки неплохо встречают довольно быстро ушатывается мэйн и телепорт нужно делать на ту группу на экспант не сюда а вот именно сюда быстро причем быстро быстро мун можно было на такую халяву да 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 просто телепортируется все замедленно вины пары дыхания до свидания а это не мун это ла-лайт они очень похожи и химеры вылетают вот это сюрприз ой какой сплэш полетел три грэда на атаку по медведям ё-моё дриады пытаются химер отстрелить теряется уже вторая второй медведь падает первая химера но химерки уже принесли неплохо ну хорошую пользу нам только правильно отконтролить их дальше да ла-лай должен здесь затаскивать по идее я правда тут смешал есть куча просто кони люди может там ульта кипера зарешает нет там панда точно там же циклоны панды ульта панды контрит ульту козла смотрите пошла транквила и после этого циклон будет да на на и минус кальзал скорее всего просто да ггм какой-то ну типичный такой мета мирор то есть у них одинаковые юниты типа у них одинаковые кто-то голосование создал что она перекрыла перекрыла да ла-лайт хорош я хотел сказать о том что эльфийский мирор он самый разнообразный вот именно поэтому потому что ты можешь сыграть нейтрального героя неплохо вполне за счет мунвейлов в первую очередь за счет пауэркриппинга с этим с бараком и эти герои в которых ты можешь использовать их большое количество и родные то есть дима какое-то время был в мете в потму можно в принципе играть было тоже в определенный промежуток времени сейчас вот козел на коне как бы странно это ни звучало при этом против козла есть герои которые как вы видите здесь смотрятся весьма и весьма неплохо при этом внутри самого мэтчапа даже в отрыве от героев есть разные варианты стратегии ну то есть продвижение там и по юнитам и по базам и провокации на атаки в общем вы все видели то есть один поставил экспо остался на т2 отбился от медведей там потом сам вышел в т3 начал разводы когда все свелось к медведям на медведем один решил с вечности добавить химер для этого нужно выиграть время опять же дропы разводы то есть игра достаточно разнообразной получилась сейчас их нет смотрите да 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 там комментатор что хотела то есть да есть это что или а или а или ты что и что что это - а то Играют они до трех побед. Победитель получит там 22 с лишней тысячи долларов. Ставки очень высоки. Это вчерашний скромняга-комментатор. Да, тут две пары комментаторов. Китайцы не справляются, им нужно обязательно комментировать вдвоем и посменно. Напомню, что сегодня в 6 часов будут гораздо, на мой взгляд, более интересные игры. Финал европейского голда. В финале верхней сетки Хавк с Хэппи. О, нет. О, да. Нет, не Хавк. Хавк же проиграл. Кто там внизу у нас? Кэш. Кэш, наверное. Кэш выиграл Джонни Опасного. Да. Кэш. Ну и в лузерах огромное количество людей. Как раз вот Хавк, Хоги. Тарзейн еще вроде живой. А Джонни где? Джонни в суперфинале. Нет, Джонни, кажется, проиграл. Он проиграл Кэш в полуфинале и упал в лузера. Комментатор что-то называет Валета Лолит. Есть много вариантов произношения Лавлиет. Лалает, Лавлиет, кто как. Китайцы, корейцы, европейцы. Мы тоже что-то пытаемся. Ну что, посмотрим, будет ли нейтральный герой. Нет, не будет нейтрального героя на этот раз. Вот такая заготовочка под панду. Еще много игр планируется. Ну вот бо 5 они играют до 3 побед. И сейчас счет 1-0 пользу Лавлиетта. Интересный криппинг планируется, смотрите, у Лавлиетта. Барак ставит черт знает где. Возможно будет, ну, желтая точка понятна, потом, скорее всего, проедаться к магазинам и быстро к репетивам. Улыбку вызывает то, что просто это на территории на территории Муна уже, на его половине карты выстраивается. Ты не хочешь подключить стримбэк-тоорк, там нет ракет. Там качество похуже почему-то, у меня мыло там у них было. Тем более здесь портретики игроков. Ну, хотя можно посмотреть. Да, но тут, несмотря на то, что качество источник, почему-то у меня мыльцо. Поэтому нет, я не хочу. Есть что-то такое, есть какой-то шарм. Спокойно в одиночестве. Вот, видите, никнейм у человека. Ну вот, все. Альтабнулся и понеслась. За такую наглость Мун накажет. Ну, Мун не выглядел фаворитом в прошлой игре. То есть, когда он увидел панду, как будто он растерялся. и было неясно, что вообще делать. Демонхантер! Я что-то пропустил, сори. Димка выбегает первым героем. Вот, к вопросу о вариативности мэтчапа, пожалуйста. Майн геймс. Димка крепится. Что делать с козлом? Один выход, экспонт один. Все, я Турейна, с вашего позволения, баню, потому что он уже полдюжины комментариев каких-то странных написал. с аналитиком, с советами. На панду гнал, что-то чушь говорил в прошлой игре. Ой, господи. Димка очень хорошо давит на старте. Сразу, видите, моноберны прописывает. Мешает козлу крепиться. Интересно, а уфта он должен выкапывать? Будет выкапывать? На магазин пойдем, не пойдем? И на хвосте постоянно у козла. Ну так, моноберны еще на 50 прописать, чтобы прикопки не было. И отступить спокойно. Ну, нужно же козлу что-то делать, правильно? Без маны он особо сделать ничего не может. Православленка. Ну, мне просто, да, вы понимаете, как я отношусь к... Можешь рассказать, почему некоторые книги не подбирают, вроде только зеленый? Нет, это просто... Все книги подбирают, если обращают на них внимание. Просто они с низким приоритетом. В первую очередь, ты должен вытащить артефакт. Одновременно проходит много еще действий, ты не всегда успеваешь, не всегда помнишь, что там книга, не всегда ее замечаешь. Поэтому часто оставляют людям. Они зачастую не смотрят вот буквально вот конкретно в... Долгое время в одну точку. То есть, если вы посмотрите, например, на игру Happy, естественно, он книги не пропускает, но там все... все очень динамично, все очень динамично. То есть, крепится параллельно, что-то делает, там делает разведку, там на базе что-то заказывает, туда-туда-туда-туда-туда-туда. Иногда бывает не до книг. Ну и зеленые книги, хуже всего, замечаются просто. В результате, к моменту окачения Т2, у нас козел еще не второго уровня, Димка второй. Опять провоцирует. А, Нага, да ладно. Ну, карта импонирует, конечно, на... Можно прикопать, есть же маны на прикопку, нет? Вроде там как раз 70-80 должно быть. Да, 70-80. Но на тот момент не было необходимого количества маны. Да, Мун будет агрессивно пушить. Я не знаю, правда, как агрессивно пушить против Алхимика, который... Хотя вот он сейчас, смотрите, как развел Арчей, заставил Алхимика зачем-то подойти поближе. Алхимик попадает под фокус. И это минус Алхимик. Очень странно сейчас себя повел Лавлиет. Ну, просто потому, что он Алхимиком без армии пошел вперед. Как грамотно сейчас. Ну, правда, сейчас минус Козел будет, да? ТП? Нет. Нага помогает. Нага помогает. А, Триенты, прикопка, точно. Там же первый уровень, все еще не второй. Просто привыкаешь, что... что к этому моменту то должна быть она уже. Но там Козел был настолько захорашен, что... Не было никакой прикопки, естественно. Козел возвращается уже второй. Можно подрезать, кстати, по дороге Арчу. Магазин Иншенту Вин какой-нибудь, я не знаю, что. Или с бараками застраивать. Потому что сейчас у Муны ситуация для Пуша сложилась очень хорошая. То есть вот звезды сошлись, что называется. И Алхимик минус, и пара-тройка Арчи полегло. Ну и в конце концов у него Нага против Алхимика. Полупустые Мунуэлы, я уверен, потому что там, ну, видите, какой прибежал, прибежал Демон Хантер. Только нельзя затягивать. Если вы хотите, чтобы Пуш сработал, нельзя затягивать. Либо сейчас прям ставить Экспанд и как-то в экономическую сторону это все поворачивать. Но так не хочется в лейт, ну, затягивать игру с Нагой. Да, это Экспанд. Ну, может быть, это и правильно. То есть по каким-то признакам Мун подумал, что он не продавит. Он не продавит Лавлиетом. И решил укрепить свои преимущества за счет Экспанды. Может быть, может быть. Как второй вариант. Может, и верный. То есть, скорее всего, он просто ориентируется в том числе и на какие-то свои сигналы по таймингу, по времени, по, не знаю, по ХП, по каким-то там факторам. И решил не давить. Собирает два магазина. Это, конечно, Лавлиет. Молодец. Scroll of the Beast артефакт на продажу. Ой, слушайте, тут можно на ТП развести, наверное, да? Прикапывает Арчу. Но добивает, соответственно, прикопка Арчу, а не Алхимик. Он поторопился с ударом со своим. Вампиризм. Слушайте, это хорошо. Нет, с Нагой-то, конечно, можно играть, и можно играть в медведя с Нагой. Опять же, если ты... Она, во-первых, частично нейтрализует дыху, издалека стреляет, замедляет перемещение. Иногда кидает форкеты. Ну и вообще, на самом деле, Козел в такой ситуации, как первый герой в игре «Медведи против медведей», он лучше Димки в массе. То есть, если мы затягиваем игру, если мы даем нормальный лимит, но проблема в том, что да, если ты ставишь экспант, то ты можешь не дожить до медведей. Банально. Поэтому он продает вампиризм. Ё-моё! Такие, казалось бы, нестандартные вещи, но логичные, да. Вот кто в эльфийском Мироре продает вампиризм, скажите мне. Любой маломальски опытный товарищ вам расскажет, что это самая классная аура, которую может выпасть для медведей. Ну, боевая имеется в виду. И тут Мун её продаёт в Мироре. Выход в медведя возможен у него, но он понимает, что самое главное для него сейчас это отбить экспант козами. Продать вампирик. Да-да-да-да-да. Но вот это такие нетипичные, нетипичные действия. но зато он, видите, доминирует. Вообще, маздриады против Алхимика и против Димки даже, это вообще прекрасно. Просто прекрасно. К тому моменту, когда придёт Ла-Лайт на экспант, а он придёт на экспант, допускаю, что он его уже разведал, но мы... Я это не заметил, к сожалению. Там уже будет плюс 15 лимитом. Плюс 20, наверное, даже, если не завтыкается мануэлами. Да, этот лимит будет менее качественный, но... Что там? Но если Ла-Лайт не продают, Кипер переучится на пассивку. Да, но это же стакающиеся вещи, то есть, лучше, чтобы было это и то. Ох, как топовая аура, короче, выпадает козам. Реально лучшие из лучших для них. Потому что 10% коммобильности это то, чего козам, ну, не то, чтобы им не хватает, но они еще более эффективно начинают кайтить. То есть, отравляют, замедляют, отступают. Ла-Лайт избегает прямой конфронтации. Сам, видимо, идет ставить экспант, висп, тут же его проверяет Мун. А Мун не готов к этому дирижаблю. Да, пошел эксп. Мун будет вторую тэшку за... Но Мун думает, что у него вообще все прекрасно. Потому что, пожалуйста, тут... Телепорт моментальная реакция. Офигеть. Моментальная реакция. Тут же диспл идет на рык. висп пытаются вычинить. Фокусить дирижабль Хеленвард. Убьет же. Не убьет, не убивает. Минус один медведь. Такая реакция. Вот реально, секунда, доля секунды решают в таких ситуациях. И дело не в том, что... Ну, то есть, кто-то может сказать, нет, посмотри, он там стоял здесь секунд 15, какая секунда. Смысл в том, чтобы успеть занять позицию до того, как медведи все дропнутся, чтобы они не были все вокруг дерева, чтобы ты успел там виспов подвезти, чтобы они успели починить. Это вопрос как раз секунды решение ему спасло экспант. Это очень круто. Крайне редко такое бывает. Боевые барабаны орков выпадают еще грядком. Наверное, топ-2 сейчас артефакт для него имеется в виду. Вот книгу тоже не прочитал, видите? Что такое диспл-диспл? Диспл, диспл. Это рассеивание магии, короче говоря. Ну и все, сейчас просто Мун терпеливо ждет, когда к нему придут. У него те самые плюс-20 лимита против, наверное, 56 какой-нибудь, да? Нет, 45 он. Видимо, те пара медведей как раз были потеряны и та пара медведей. И все. То есть, скорее всего, либо будет попытка Ла-Ла это поставить эксп, но это это все контролится. Либо он попытается в ближайшее время навязать сражение. Ой, там, посмотрите, что делать наверху? Что делать? Наверху, ну покажите, там строится! А что может строиться в таком количестве? Ну точно не две химерницы, это понятно. Но что? Протектор, может, нет, не таки протектор, не может быть протектор. Маленький, как будто протектор. Что протекторы? Ему нужно нападать, базу убивать. А я тут протек... Мун не ожидал такой дерзости. Что? Иди ты к черту со своими пятью протекторами на мейне. Как? Ну начинается сражение, он хотел прийти убить просто лалает, а тут просто просто побежали протекторы в атаку. Да, они с Nature Blessing'ом довольно быстро дойдут. Как... И вообще нетипично, то есть это настолько нетипичный и красивый Мирор. Кипер очень не вовремя здесь плохо стоит. Свиток бы проюзнуть или сразу отрепортироваться, я уж не знаю. Свиток и Димку можно убить. Там и наулечек, да, у Димки? И наулечек у Димки. Красиво. Пошли протекторы. Нет, дриады вообще не убивают протекторы, так что ничего тут смешного. Протекторы наносят там 150% урона, по ним хорошие урона еще аппали его. Во-вторых, дриады по протекторам не наносят яд, а считайте, это половина эффекта их. Плюс сейчас штрафуются в три раза, в три раза по урону. То есть просто х6 по урону режется дриады по протекторам. Козами это очень сложно пробить. Ну там как-нибудь с энтами. Я думаю, что Мун все-таки будет добавлять что-нибудь типа не знаю, Может, лагерь наемников? А, он медведей просто добавляет. Окей, хороший вариант. Время работает на Муна, естественно. У него один экспанд, потом еще второй ставится слева, он контролирует, что у противника нет ничего. Нужно очень быстро осаждать. А осады быстрыми, как правило, не бывают. Особенно, если у тебя нет нормальных осадных орудий, типа там баллист, но баллист не может быть. То есть может быть, но это глупость. Вот, подкапывается протекторами. Надо профокусить, пока не закопался. Первый медведи, протектор начинает осаждать, досаждать. Отменяется протектору Муна, еще один надо ставить там чуть ниже. Время, время, надо выигрывать время, потом выкапывать барак и идти в бой. Еще сверху протектор. Пошел вроде Мун сверх сражаться. Да, самая большая сейчас проблема у Лоли это в том, что протекторы не все работают вместе. Видите, Мун нашел место, убил один протектор. Продвигается дальше, здесь уже, конечно, другая ситуация. Медведи сзади у Муна толпятся, плохая позиция. Очень плохая позиция, но там лимит 50 против 70+. Ну да, там протекторов много, конечно, они сумасшедшие ДПС дают. Смотрите, как разрывают дриат на части. Минус одна, минус вторая. Хорошо контролят. Там алхимик битый, причем у него нет никаких предметов, его можно отпускнуть просто и убить. Так и происходит пятый кипер. Армия закончилась у Лавлиета. Только Димка остался, ГГ пришел Лавлиет. Это 1-1. Ключевой момент в этой игре, на мой взгляд, это как раз встреча в центре. То есть, это отдача алхимика, отдача двух-трех арчей, и, соответственно, после этого у Лавлиета не было никакой возможности отменить базу Муна. Все. Ну и дальше был очень хороший криппинг. Из красивых моментов, конечно, стоит отметить реакцию на Дирижабль. Прекрасную реакцию на Дирижабль. Понятное дело, что он подозревал, понятное дело, что это стандартная тема, но все равно, когда ты играешь, заметить красную точку и моментально принять решение, ну и, соответственно, целый комплекс мер. Типа вывести виспов, подвести, прикопать, подфокуситься, задиспелить одного, чтобы Рыка не было, потому что 25% это 25%. Были еще шансы, там три протектора на экспанде. Нет, там шансов, конечно же, уже не было, к сожалению. Там и по героям разница колоссальная, кажется, Димка в конце был четвертым, Алхимик третьим, а у Муна 5-5. даже если бы Муна разменялся там на равных, типа отступил, то все равно отбиться вероятность очень высокая, потому что у него начинает работать уже три базы на 50 лимит, и это колоссальные деньги. Он даже мог отдать эту базу со временем, вот этот экспанд. тоже не настолько критично, чтобы убиваться на ней. Ничина спрашивает Китаянка, бывший игрок в Ак-3. Ты бы хотел ее катнуть? За какой раз? Что там говорить, X3 Инка, мы две топовые ауры. Да, да, ауры помогли. Он вовремя спалил протекторы, что дало время поставить свои ну ерунда абсолютно, у него протекторы не успели достроиться, в принципе. Он сражался без своих протекторов. Ребят, там было преимущество в 20-30 лимита. Было преимущество по героям. Почему здесь свои протекторы? Блин, сеневики уже начинают меня по Варкрафту поправлять, трындец, докатились. Ай! Аааа! Я бордой катнул, я понятный. О, как классно, что начинается следующая игра очень без серьезных задержек. Стандартный герой, ловлеет у нас слева, Мун справа. За кого болеешь? Сейчас у меня нет ощущения, что это тот Мун. Понимаете? Пока у меня почему-то нет такого ощущения. То ли Ла Лайт не дает ему развернуться и наглеть, то ли Мун действительно уже не тот. Но я вижу его справа, я узнаю его по лицу. Но этого вау-эффекта от уровня игры, который, кстати, вчера был от уровня игры Хэппи, между прочим, я пока не наблюдаю. Варден не работает в миру, и ДХ уже редко берут. Против чего? Против кого? Кипер, я думаю, ее остановит спокойно, потому что Варден не нейтрализует ману Кипера. Если уж Димке приходится иногда просто отступать, потому что прикопка долго действует и хороший фокус. А он танк-то получше, чем Варден. У него и армора больше, и пассивка есть. Он еще выжигает ману, периодически оставляя Кипера без дополнительных прикопок. То он Варден либо врубает какой-нибудь Аймшуин, Вул, и через второй-третий кинжал пытается сама фокуснуть козла, либо останавливается в прикопке и получает такой фокус, что у нее пропадает всякое желание куда-то лезть. После Варрика я к своим поеду в Захарод. Вернусь, правда, к шести, и мы с вами досмотрим финал европейских квалификаций на голд. Там игроки посильнее. Короче, только с Кипером можно играть. Короче, нет. Вспомни, по крайней мере, первую игру, где Панда в результате оказалась сильнее Кипера, если уж так упрощать. Повторюсь, можно особенно на разнице по уровню катать любым героем. Подними чатик, пожалуйста. что там, что, 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 что. Вроде нормально все. А, вот сюда, вот, типа, чтобы этого не было. Давайте вот сюда поставим чатик. Отлично, просто шикарно. Извините. Закрываем просто лала-этом чатиком. Хороший у вас загород, тут 3 часа в один конец. 20 минут. 25 километров, 20 минут. Меня уже ждет бассейн, родители. Вкусный обед, баня. правда спать хочется, потому что за последние два дня я суммарно где-то 11 часов поспал. Экспанд, экспанд, да? Ну, на самом деле, на Эхуайлз, из-за как раз того, что есть лагеря наемников, и есть диспл ранний, тут агрессия, как правило, не проходит, такая ранняя с киппером. И люди, как правило, просто, за неимением лучшего, просто строят, догоняющий, эксп, ну, в смысле, каждый строит фаст эксп. Очень хорошо, кстати, забегает Мун на эксп. Ну, где, где энты? Он ждет третий левел, или что? Два виспа специально под энтов. Прикапывает одного виспа, красиво. Ой, все-таки успевает висп задиспелиться. Посмотрите, как недоконтролил Мун. То есть у него должно было здесь три здоровых энта быть. Он должен был добивать виспа прикопованного, а потом вызывать энтов. Или не подходить энтами так близко. В результате, эта диверсия привела только к тому, что стало меньше хп у... меньше здоровья у дерева. Предпринимает еще одну попытку. Ну, здесь рядом армия ловлета. Ну, пробует. Если в Испании будет еще одного, а он там на Мунвэле вроде занят. Не-не-не, все уже, уже готов. Может быть, и не стоило тратить, потому что динамика отрицательная была. Там очень хороший фокус и с оставшимися... Тут персоналки, естественно. А зачем он ждет? Сейчас же он дождется второй прикопки. Все, ну, сейчас ТП придется отдавать. е-мое. Прикопка на тебе. Ну, что ты жадничаешь-то? Ядрить. Это глупость была от Муна. То есть, он спокойно делал персоналку после первой же прикопки. Зачем было пытаться убежать? Не очевидно, что было, что он уйдет оттуда. В результате купил персоналку для того, чтобы не тратить телепорт и телепортироваться по возможности. И в результате купил персоналку и телепортировался. Класс. Время не сняло, чтобы экс достроился. Вообще ерунда. Стычка в районе магазина. Он добирает оставшихся троллей, забирает артефакт. Но сейчас придется отступить, потому что просто больше армий. Плюс свеженький алхимик. Ой, кипер снова приходит харасить, вызывает энтов и нападает на... Ну, кто куда? Кто на Мунвейл? Здесь может пострадать. Осетка влетает. На прикопку вроде бы маны пока нет, но... где-то там 50... 75 уже есть. Минус алхимик, скорее всего. О, он прикапывает арчу. Блин. Тут же тот же минус алхимик был. По идее. Ладно. Сражение у Ла Ла Ла... Ну, навязывает Ла 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 на экспанде у Муна, но... У Ла Ла это все очень красное. То есть вот осидочка, и сразу Арчем становится плохо. Привет, Грэнсон, спасибо тебе большое. Бурзум, ну подпишись на канал, анонс бы тебе прилетел. Мы уже проанонсировали трансляцию на гол. Вчера анонсировали, сегодня проанонсировали с утра. Сердечко слева под плеером, так подписаться на уведомление, тебе будет приходить. Там можно еще на браузер на уведомление подписаться, если, конечно, мы выкатили это из бета. Подставляется козел, троллит два виспа. Я не обратил, кстати, внимание на виспов. Прист вроде был уже пустой, а вот... А вот виспов я просто не заметил. Воперон, да хорошо. У нас, правда, эльфийский Мирор в финале, но он такой. Только сейчас действительно зеркальный получается матч. Два предыдущих были разные по стратам и по героям. Важное сражение сейчас будет за Marketplace, потому что это пограничная точка такая, которая не дублируется, то есть за нее нужно сражаться. Она всего одна. Но у Муна как-то по здоровью все лучше. Забивает Алхимик, но артефакт подрезает Мун. Артефакт в этой, наверное, ситуации по-полезней будет. Хотя вот у Ла-Ла это преимущество по XP. Серьезно, у него четвертый кипр против третьего. Хороший диспел. Прям диспелит четенько. Мы видим апгрейд на Т3. Каждый остался при своем экспанде. Но обычно-то опять же две лорницы. Учитывая количество арчей, да нет, это все равно, наверное, выход Медведей, потому что в МГ играть против тоже XP и Медведей это, наверное, не очень грамотно. Можно, конечно, попробовать перехитрить и быстро перейти в Химер, но иногда получалось такое, то есть даже на про-уровне. Да и в первой игре, вы помните, тоже были две внезапные Химерницы. Их же еще, кажется, подешевле сделали поза-позу в прошлом патче. Когда-то там не так давно. Но опять же, Химеры против пока еще живых Арче, это не очень выгодно. Там была меткость, насколько я помню. То есть Арче очень хороший ДПС, меткость еще же что? А, это персоналка, я думал телепорт, просто он телепортировался прямо на мейн. Хорошо. Прикопочка, дисплом. Алхимик добирает третий уровень на Большой Черепахе. Правый нижний угол, ну, нейтралы, там не дочищены. О-о-о-о, это может игры стоить. Это может стоить игры. Там можно пройти, но шайса-шайса. Огромное количество Арче падает. На немецком они заговорили, китайцы, я не знаю, почему. Минус четыре Арчи где-то. Причем, если бы чуть-чуть раньше подошел, а туда алхимик мог не уйти. Уловли это все получше. Ну, конечно, уловли это все получше. С чего это вообще вдруг? Телепортироваться надо. Такой урон влетает. У них приблизительно все одинаково. Приблизительно одинаковые там 50 лимита, приблизительно одинаковые выходы Т3, уровень героев сопоставимых. Патма, правда, здесь третья. И выход из лимита от лавлиета. Масарчи на Масарчей? Да-да-да-да-да. Ведь никаких медведей, просто-просто Масарчи. Патма немножко опаздывает, но Мун просто не хотел выходить из лимита раньше времени. Это может ему дать хорошее преимущество с одной стороны. С другой, если он не успеет отстроиться, то его могут продавить, потому что к нему уже подходит армия. Правда, теряет немножко времени, забирает Акалитв. Тут просто сумасшедший фокус, кстати. Под это обычно добавляли еще одно древо ветров, делали одного талонца и одного... Как улетает Патма вообще! Такой фокус дикий. Делали одного талонца в ручках. Когда-то все играли только так, то есть Дима Нага или там Дима Патма или Патма Нага, Арчи на Арчи с добавлением там Бараков иногда. Ой, фокус. Вот, и для того, чтобы как бы сделать еще эффективнее, делали то же самое, там, добавляли там три героя, меткости, грейды на атаку. В определенный момент прям до мелочей доводили, то есть делали там талоны, выключали автокаст, кидали сначала на героя перед тем, как его фокусить, ну или во время, когда фокусят, чтобы снимался Армора еще добавлялось там процентов, наверное, 20-25 дополнительного урона. Некоторые заморачивались, сделали одного медведя, чтобы рычать и отходить, естественно, потому что медведя тут же сдувало, как только он выходил вперед против такого количества арчей. Да. То есть Паум в конце с АС и с АС с АС и с АС и с АС тут ключевое еще свитки закупать. Да, потому что арчи очень быстро от АС и умирают. АС тут у каждого вторая минимум. Толпа просто, Арчи. Посмотрите, что творится. пора уже свиток делать первой муну. Да, свиток очень вовремя. Ну, чуть-чуть можно было раньше, чтобы арчу одну не потерять. Там тоже свиток. Виспы диспелятся. Инволл должен... А, и телепортируется. Можно козла попробовать. Или алхимик, алхимик умрет! Бутылек вынужден был юзнуть. Да. Что делать против арчей? На таком этапе очень сложно что-то сделать против арчей. Можно, конечно, МГ добавить для того, чтобы... На них тебе нужно потратить приличное количество времени и ресурсов. Плюс, если их будет недостаточно, ну, типа, один, максимум два, то простым контролем они контрятся. То есть, у тебя будет МГ, 8 армора, 3 кольца, алхимика. Вот, а противник просто будет после таунта доконтраливать, и все. Очень нужны инволлы в такой ситуации, потому что сочетание прикопки и фокусов уносит почти любого. Все еще черепашки не докреплены справа. У нас подлагнуло. Туда пофорсируй ТЦ 5-го левола. Ну, да, да, только опять же им нужны инволлы для того, чтобы, по крайней мере, ТЦ дошел. Странно, что Мун не добавляет Древа Ветров. Ну, то есть, кто-кто, он должен был помнить вообще, как игралось тогда. Тогда, Риген ХП, смотрите, двумя кольцами регенерации. Очень быстро восстановлено. Его можно торча постоянно стрелять, и он все равно будет с положительной регенерацией. Панда не поможет против такого массы? Не, ну, опять же, Панду нужно где-то прокачать, желательно до третьего. Да, Лорница, скорее всего, это свечевый МГ, GreatNarmor. А прокачать-то ее на этой карте уже не сможешь, потому что она очень маленькая, карта, все уже закончилось. Первое дыхание, оно там лечением контрит просто, то есть, алхимик залечит все, или свитком просто это как погрешность от того урона, который будет, в принципе, влетать от арчи. Самый безопасный это рейнджовый герой. Ну, не знаю, там рейнджерка, Патма, Патма пассивно там дает 10%, 10-20-30, стреляет еще с арбы, то есть, главное не суваться вперед. И начинается опять брат на брата, а сетка, сейчас можно фокуснуть Патму, кстати. Смотрите, протекшн пошел, алхимика бьет, Патму вражескую фокусит Мун, та убегает, виспы, а в огромном количестве, вы посмотрите. Правда, там алхимик Муна сейчас должен на стаффе улетать. На стаффе улетает на последних хитах, тут тоже стафф, Патма, Патма падает, фокус по козлу, прикопка по козлу, у него стен вул, Патма здесь падает, но это жуткое зрелище, жуткое. Телепортер, что же делать? Да, там пытается свечиться в МГ. Вон Рык, смотрите, сделал медведя для Рыка, вот уже хорошо. Там такой сумасшедший, там 40, где-то 5 урона получается под Рыком у них, с Патмой, у Арчей. Тыкните, а тут Патмы еще нет. Но это не предел, Патма еще может тапнуться до третьего, до пятого, в перспективе. Потом сюда еще можно добавить, соответственно, ну, минус армор сделать, можно, талончиком опять же. Доиграется Мун со своими МГ. Слушай, ну ему виднее. Ему виднее. Интересно, не спецом трейли, не знаю, для какой синхронности? Да нет, просто, видимо, опять же, это карта, и... не, медведь все-таки. А зачем две лорницы, если ты одного медведя делаешь? Что происходит вообще с Муном? У него меньше лимит на десяточку. Ну, то есть выигрыш по времени там незначительный. Почему две лорницы? Сейчас они будут стоять. Потому что ты больше одного медведя здесь явно делать не будешь, потому что они так отлетают. От него нужно просто рыкнуть, повторюсь, и отойти. Возможно, если он осмелеет, можно будет кинуть Тириджуф на какого-нибудь героя. А, алхимик от Осидкиума, вернее, не заметил. Да, поздновато его Муном стелепортировал. Это была ошибка, зря он довел до греха. Сейчас бы две баллисты за спину и разрывать лучник в щепке через ОЕ. Баллисты не наносят бонусного урона по лучницам. Они не будут их разрывать. Они с первого же залпа разлетятся сами. Учитывая то, что у Арчи у одной урон ну, раза полтора меньше только, чем у баллист. Смысл строить баллист сейчас заключается исключительно в том, что у них рейндж чуть побольше. И они могут, типа, безопасно стоять сзади, но это такое себе. Повторюсь, единственный способ улучшить нормальную эту армию это поставить Ancient Wind. Ну, или добавить, не знаю, пару-тройку МГ, но они не помещаются в лимит просто. Стенка на стенку. Патма восстанавливается. Мун не хочет сражаться без Патмы. Все-таки это пассивный заработок. Там 41 урон у Арчи. 41. Одна единица урона. Ой. Вон, смотрите, медведь вышел вперед, смирите. Далеко не все по нему стреляют. Медведя нет. И Муновский тоже медведь вышел вперед. Алхимик пытается вылечиться, став на Алхимика, перегруппировывается Мун. Самое грамотное, что делает Лавлиет, это приводит Веспов на битву. И все дисплейт грамотно. То есть все, опять же, Арчи без Рыка, а там и протекшн тебе. Правда, Рык тоже уже закончился. Отступает Мун. Лимиты более-менее сопоставимы. Еще тут можно отбиться, просто он ждет, видимо, своего... Алхимик подставляется! Вон, 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 вон! А, прикопки нет. Маны на прикопку нет. Алхимик Муна пытается вытанковать. Отступает назад. Справа два Мунуэлла. Минус Патма. Опять она вообще не держит удар. Осидочка в самую кучу Арчей. Господи. Минус Патма со стороны Лавлиеты. Это похоже на какую-то поножовщину просто. Настолько быстро все умирают. Тут колоссальное количество урона и маленькое количество ХП. То есть... Алхимик Пятый. Кипр Шестой! Осидку закинуть туда, в кучу, да. Какой же все-таки эльфийский Мирор наркоманский? Столько самых разных тем. Сейчас мы наблюдаем, да, вот эту вот особо суровую версию эльфийского Мирора. Оооо! Уже мейн заканчивается. Сейчас Кипер, конечно, будет помогать со своей льтой. Патма уже устал из алтаря. Она уже в третий или четвертый раз восстанавливается. Она не переживает прикопку и фокус. То есть одна прикопка, один фокус. Нет, не пережить. То есть став не работает, либо ты покупаешь инвул, но патма сама стоит как инвул первого уровня. Конечно, плюс ты не рассчитываешь ее каждый раз терять, правильно ведь? Тем более, если ты купишь инвул, не факт, что ты ее после инвул не потеряешь. Так что тут слишком много факторов, чтобы правильно оценить ситуацию. Какой же безмятежный козел. Он бегает, у него 775 хп, нет ничего, ни телепорта, ни инвула, ни свитка. Потом надо на халде сзади держать, абсолютно согласен. То есть в ней вообще смысла по дамагу нет никакого. И скорее всего у нее, даже если она будет стоять на халде, все равно будет периодически появляться какая-то цель. Либо это вышедшие вперед энты, либо это виспы, которые стоят. Даже она будет стрелять по виспам, уже будет хороший плюс. Не специально, но это на самом деле так и надо делать. Вот. Ее главный бонус это 10 процентов остальному лимиту. Как бы и себе, и козлу, и всем арчам. На магазине намечается заварушка. Опять же, медведь тоже по такой же логике рыкнул и отошел. Виспы идут от муна, на этот раз от лавли. Это нету, кстати, виспу. Да, подконтраливает медведя своего. Молодец. Патма, как обычно. Вот Ранквила пошла с инвулом. Прикопочку ждем. Прикопочка на козла, минус ульта. Падает медведь с одной стороны. Я чувствую, сейчас умрет Патма. Она там трется так. Хотя подставляется скорее больше алхим. Нет, Патма, Патма. Понимаете, ее даже специально никто не бьет. Ну хопа, и минус треть хп. Свиток на свиток, прикопка на козла. Умуна есть тп, скорее всего придется использовать его. Алхимика может потерять. Надо сначала ставить алхимика или Патму фокуснуть, потому что там очень битая Патма. Да, минус Патма. Он свою Патму набил. Что? Ууу, и эта Патма ушла. Короче, на лалах. Это просто поножовщина какая-то. Еще, вы знаете, чего не хватает? Нет, не талона. Не хватает того, чтобы никто не... Ну, чтобы не делали грейд на армор. Чтобы вот просто 3 грейда на атаку, а остальное по нулям. 2хп ну там не 2хп там было 16 или 17 просто там арба потом по потекала и все сейчас преимущество муна по лимиту насколько я вижу 75 на 50 как так получилось я не знаю у них вроде были сопоставимые лимит когда они встретились по центру вот но арчи застряли дарчи застряли за хантерс холландом третья патма 20 процентов посмотрим сможет ли ла-лайт отбиться что мун явно настроен на то чтобы додавить он знает что у него преимущество три медведя риджу вы пошли на потму ох ну понеслась еще пара медведей для риджуов бараки кстати тоже особо не держит на прогу против фарчейс 3 3 3 3 магазин как как уходит там еще плются два героя с арбой и у патмы есть арба и у кипра есть арба арбы не стакаются но если они атакуют разные цели почему бы нет можно прореджу ведь иллюзию патмы вообще прекрасно майн-геймс был бы но там ведут виспы им пофиг они диспелят все транквил нужно врубить сзади после первой же прикопки пошла транквилом ой слишком маленькая регенерация транквилы надо апать козла по крайней мере в ультимейт падает алхимик в общем у ла-ла это пошла ультау смотрите как как-то марчи просто из мертвых восстают буквально за 3-4 секунды пока не пока был неуязвим алхимик 6 передал тп и телепорт можно под мыши забрать за время телепорта можно было две патмы забрать за время телепорта там я бы вышел потому что алхимик что и козел то есть реально ты тыкаешь телепорт у патмы где-то половина хп и она умирает так что еще арчи могут реально один-два залпа сделать не держится дар талона не хватает говорю талона еще этому не хватает вообще бы сумасшедший был фокус если хватило бы времени накинуть эти два трейнер фаера потому что своих то как правило не диспелишь в испамин ты что дурак что ли ману выжигать у своих просто прокинул талоном отступил аккуратненько ну по крайней мере по крайней мере кидать фэйри фаер на тех героев которые вперед выдвигаются типа алхимик он же любит армор потому что у него армора мало ну вот и все пусть пусть без армора сидит до 40 лимита шахта у лавли это закончилось ума но тоже скоро все закончится но самая большая проблема это что алхимик потому что продажи покупка продажи юнитов это альтернативный заработок два рудника потрачены на арчи да да арчи 3 3 до конца но они очень они стоят друг друга на самом деле то есть в этой игре тоже были качели надо подходить продавать кому-нибудь не знаю виспов они там по 120 алхимик уже еще улучшили ульту он больше получает золото теперь с продажи подлаг самосвал говорит бобры утро нифига себе кого-то уже там ночью мы тут уже часа три с лишним сидим но привет привет ничем может быть но в конкретно этом случае крайне маловероятно скорее всего мун просто навяжет сражение где-нибудь на мунвеллах просто не хочется отдавать это так конечно может пойти в размен лавли это что он не готов сражаться видимо но ничья как правило возможно тогда когда значительно меньше и юнитов и героев короче факторов каких-либо то есть любое здание любой герой любой юнит это это какая-то возможность грубо говоря да пока что тут у всех все есть то есть как бы есть и герой есть и армия есть еще здание если это все почистить там оставить там пару зданий например как каким-то макаром то да уже вероятность ничьи резко возрастает шелла лайт делает правильно в том плане что навязывает ну то есть идет в размен потому что как раз вот размен андердарк поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает так наконец-то и я просыпаюсь так ставил так включаю комплю дактер а там на первой странице браузера что что майкер ага да причем стремит вк-3 да вообще-то пич доброе тоже утро тебя здравствуй андердяк размен он немножко выравнивает шансы уходит дерево здесь есть виспы уму на 66 лимитом то ла ла это нужно будет за свои деревья конечно сражаться как-то сражаться за свои деревья причем желательно за мэйн уже сражаться да тут есть преимущество у ла ла это за счет деревьев но проблема в том что они не могут окопаться они могут окопаться значит они получают полные урона торчей и разваливаются очень хорошо пошла транквилла раз медведя там под риджумом патма отходит патма очень сильно получает транквилла с другой стороны там алхимик очень подставляется он врубает инвул тут и тоже инвул у козла его лечит кстати козел козла-то сейчас отпустит ой-ой-ой это можно козла потерять умуна хотя алхимик это можно потерять я не знаю кто быстрее умрет но точно будет умирать минус алхимик минус козел но там армии не осталось гг это гг 2-0 в пользу муна и одна карта отделяет его от победы ну согласитесь что эльфийский мирор но все-таки самый разнообразный мы с вами наблюдали что у нас была панда алхимик против кипера алхимика с у одного маздриада у другого медведя у нас было демон хантер против козла с снагой козел снагой причем не демон хантер снагой выход соответственно один в экспан другой в т3 один в дриад другой в медведей у нас был транзишен в химер в первой игре ну и тут конечно вот это вот поножовщина эльфийская когда люди не обладающие достаточным запасом здоровья делают максимальный просто урон из возможных там рычат делают грейды прикапывают кидают оситки то есть и в результате все рассыпается герои рассыпаются в считанные секунды другие говорят разнообразные и в этом тоже им баланс хочется всем такой вариативности да специальный короткий подарок наверху написано краб тет для ракеты forever тет человек с никнеймом не подходите к лицу чтобы послать подарок женскому голосу будды я не ястреб это видимо не хавка чемпион мира в цг 2019 года тэд подпись а можно часть сдвинуть с области декольте можно обращайся а лау льет не играет в старкарда случайно но он играл насколько я помню но насколько успешно я не знаю давайте сделаю еще лучше так вот шу-ши-ша шу-ши-ша человек с никнеймом спящая одежда маленьких 7 детенышей в небольших 7 детенышей 2 номер продления дюк но реальная компетенция это рассчитывание мечты мне кажется ли это искусственный все-таки голос говорит да это искусственный голос говорит то есть китай нет людей говорящих на английском достаточного уровня неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей сообщают ждем всем еще раз большой привет друзья у нас warcraft вчера warcraft сегодня заканчивается турнир корея против китайки корея топ-1 между прочим первые три места заняли корейцы только 120 удалось там до добраться это это четвертое место и сегодня вечером еще продолжится отборочный на голд европейские финалы лучше из лучших кэш против happy в финале верхней сетки внизу очень много еще живых людей 4 человек окажется конечно же джонни опасный джонни кейдж хавк фоги и кажется еще тарзин кажется и вот кто знает рефорс когда уйдет такой же не в шлем неудобный в ноябре говорят завтра правильно это откуда вы знаете важно нет свой один говорит рефордж не взлетит давно нужно warcraft 4 от создателей starcraft 3 warcraft 4 свой на прекращай ну ну хватит но серьезно ну кому нужен новый новая стратегия в реальном времени ты близзардом рассказываешь делать ли мне новую часть стратегии или не делать тем людям которых моба просто карта для варкрафта обогнала в разы те которые пошли в другие жанры видя как угасает классический жанр страты когда какая-то поделка типа паб джи с большим количеством багов не являющийся продуктом резко захватывает рынок когда карта для доты тут то есть вообще абсолютно непредсказуемый рынок но есть четкое понимание того что стратегии это слишком сложно для того чтобы быть массовым это было понятно как бы давно единственное что можно как раз разумно и сделать это вот для тех людей которые любят варкрафт и возможно для тех кто еще может обратить внимание на непростой жанр сделать перевыпуск реально успешной стратегии с элементами рпг какие красивые у нее глаза конечно четвертый варкрафт и е-мое компания которая сделала три топовые стратегии просто и собаку съели на стратах 4 варкрафт ему я соглашусь что рефорж не будет мега популярным скорее всего по крайней мере среди ну он не наберет там миллиона онлайн и игроков три топовые стратегии над diablo immortal же рпг я конечно говорю о строках брудвор о третьем варкрафте и о втором старике то есть по по аудитории это самые успешные стратегии конечно если прям я очень люблю и 1 варкафт и второй прям это прекрасный тоже прорыв свое время был но если брать топ-3 для меня топ-3 вот эти вот страты конечно я пойду славно посмотрю давайте новое голосование славно устроим и так голосование сколько слон скажет слов в 30 секунд давайте сократим 0 1 2 3 и больше поехали время пошло штат секунд 10 57 16 секунд так 10 секунд прошло какой же мне пехотинец классно 92 чела вала будет так и полминуты прошло привет лайнер раз есть 38 процентов человек проголосовал за то что ни одного слова не скажет и они были правы в этот раз прошлый раз он выдал фразу какую-то на там не знаю на слов 7 просто и и уничтожил нас прощение спасибо да без проблем уже выразительно посопил это совсем другое там скажите пожалуйста когда варик начнется модные розовые комбинезоны у него скорее всего стоит мод просто на дефолтные цвета по классам и он достаточно удобный для того чтобы не переключать по табуляции всех бойцов для того чтобы напомнить себе кто где стоит потому что у каждого класса как правило есть дефолтное место ну исходя из определенные роли ну для оценки ситуации когда например пульте какой-нибудь пак ты должен понимать где кто стоит он ручками все понятно мне просто сказать что есть мод мне просто терпения не хватает от каждого человека тот он же вписывает еще статы по воле по точность вот это 1247 83 псих не хватает армора к сожалению более ценным дает даже фаланги обратите внимание на очки слева от имени это местоположение на старте да кстати классно я никогда не обращал на них внимание это очень полезно особенно на картах контактных то есть тогда когда у тебя возможно не будет даже возможности сделать шаг так давайте сейчас мы сохранимся закроем иском давайте почистим сейвы а там есть тоже какой-то бакс потому что вот набор западла который происходит немножко начинает напрягать ну типа если там больше двухсот сейвов как кто-то говорил там чай то что могут быть проблемы какие слушайте это сбитые интересно мило или это севший хотя комментария на влияние этого факта наукой не доказано но подозрение есть я понял скучный словно чуть все скучно то есть есть разные просто комментаторы аксе вы да коряво работает авто сейва не забились по ходу да как раз от большого количества судя по всему у у у у русбрин привет в рефорист самом начале встреча зайдет поиграть на полгода хватит опыт ремастер старков 2 да это скорее всего такой же шаблон такая же модель единственное что мне кажется за счет китая и за счет любви как раз к ну архивируем до сих пор до сих пор в китае warcraft популярен то есть даже до того момента когда был анонсирован рефорист чистим подать изменения проходили лиги проходили турниры именно в китае международные вот и а после анонса стало соответственно еще больше турниров ну просто турнир с призовым сорок там четыре тысячи долларов который из ниоткуда просто появился азия азия корея вперед поиграли голд в котором призовой увеличился там в три раза был там 20 с чем-то стало восемьдесят две тысячи долларов 41 сейф не мудрено я думаю что все таки из-за китая из-за того что у нас в снг очень сильные игроки сам почистится и очень много зрителей кстати по варикам warcraft протянет больше чем ремастерд starcraft как думаешь какова вероятность что после выхода рефор за большей часть через год и 2 вернется на нынешнюю версию никто не вернется на нынешнюю версию потому что близарды не зафейлит скорее всего рефорж севши осевши а она же битая на вас битая ну вот пошлите рейдер просто фразы не было на старте что падение не было так что ожидайте сопротивлением то есть они же не ломают старую механику они неприятная позиция причёсывают все причёсывают дополняют то есть это будет та же самая игра в новой в новой оболочке так скажем скорее всего не готовы плюс еще дополнительные сроки как встретили ремастер хорошо вроде встретили ремастер серьезных косяков там не было вот и все в карьере мастер вызвал большое оживление две крупные лиги несколько старичков и строка 2 вернулись не хватает на лингрен хорошо просто движок вроде новый не движок как раз старый насколько я понял именно это позволяет сохраниться всем особенностям механики но движок варике хорош ну то есть там просто обновляются видимо текстуры анимация и прочее но движок у них типа единая платформа насколько я понял что варике что бога может быть и в старике такая же на самом деле не разбирался в этом вопросе поэтому боюсь соврать ромео говорит доброе утро я уже пропустил варкафт я не пойму с тобой кто-то общается еще голос ли у меня вкладка где-то открыто никого здесь нет кроме нас никого варкафт еще будет смещаться вправо не хочется потому что на патруле часа проверить короче тебе вкладки потому что скорее всего второй стрим просто открыт но и стоит ракетчиком в лоу каври мне тоже не нравится так что ждем мари форж за просто и все есть слона скучный ты какой-то не бородит конечно мешаешь веселиться людям кайфолом при этаж fox 43 проблемы не в графике же скачать подключить плохой ладеры поиск захват для стрима и лаги с мышкой что какие проблемы но я слышал что они есть у кого-то на гейма с девелопс баре 7 тим дадить 100 кафе мастер я просто вверх и удары терруя хенеру потом схожу подать изменения удаляем на земле и першина в оригинал гейминг ну короче движок тот же самый только об обгрыженный тюрьму тюрьму так вставать вот на пока отсюда нарываться лучше уж так стоять что ходки не используется странно стоит ли ждать возрождение плейграунда она считаю что уже произошло потому что джонни кейдж показал как надо играть как играет пацаны на плейграунде вчера конечно удивил он многих людей особенно те кто особо не следит за сцены таких как я правильно несколько ходов ожидания потому что ты уже стоишь рядом с тарелкой это раз во вторых паки которые ты можешь просто на патруле а спалить то есть смысл в чем ты можешь сдвинуться вперед и увидеть какой-то пак но есть достаточно серьезная вероятность что следующий просто вернет придет по своему маршруту к тебе если ты начнешь сразу с одним стоишь на месте никуда не двигаешься но там через шесть-семь ходов он возвращается на пробиваться до через этот перешей я очень не хочу игра началась я не знаю может уже идет на одном расскажу там там наверняка люди следят такие такие зрители внимательны что всегда говорили да мы знаем ты начнешь пробивать вот этот пак слева выйдет пока отсюда или пойдешь пробивать вот этот пак будет пока отсюда плавали знаем неоднократно именно так здесь вероятность может быть и не сильно положительные но она того не стоит чтобы чтобы лезть сейчас центр карты да давай кислоту еще за закинем то что может быть вот мое призвание если уж в x-com не не получается пройти может мне нужно камень спрос как другой проходит сектор эдовский пак справа игра началась спасибо большое я иду дочь пораньше я наверное китайцы буду смотреть тоже здесь качество получше и они они практически не ну что он ведет 21 пока что каждая из трех прошедших игр была не похожа на предыдущую отличие были и в плане героев по крайней мере они там менялись или там новые герои были была панда первая был демон первый либо в плане стратегии хотя вот самое наверное похожее ну самая самая близкая игра была предыдущая но зато она была по-своему по-своему хороша из-за стремительные стремительного урона стремительной смерти героев я не забуду эту потму которая с половиной хп во время телепорта могла умереть два раза то есть она умерла раз и могла скорее всего умереть дважды потому что арчи успевали выстрелить второй раз и к чему-то будет сегодня нет какой к чему сегодня варкрафт у нас вечером соседний стрим можно посмотреть да я уверен что слон продолжит сегодня играть выходной поэтому можно будет зарядить его после этого там козел тут крепим тоже знаковых точек разведка обоюдная ругается конечно комментаторша ее зовут октябрь все таки сер клетка наиболее наиболее полезным такой агрессивный крепим посмотрите от ловли это если мун побежал на зеленую точку с черепахами то тут сразу на голема полезли разводит энтов смотрите но тут одного недоразводил то есть энд это тоже можно можно и нужно их подконтраливать отводить ах вот он висп вот он висп который мешает там два энта очень битые висп пытается прорваться но не успевает здесь палить еще один висп очень хочет он этих энтов но это уже дороговато с другой стороны он не отдал голема хотя я думаю что добежит сейчас будет будет за голема этого сражаться но нет остановился и собирает магаз по времени получилось не очень выгодно то есть он забрал две точки суммарно то получше по получилось побольше да 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 или сопоставима правда пришлось на это двух виспов потратить арча зря танкует ловли отставит базу мун и и судя по всему ищет арчат контроля на 3 козел запускает иллюзии чтобы проверить где там экспант с крабами сложный арчам справиться бедолаги там еле-еле добили одного козел помогает все и увидел увидел экспант увидел двух виспов что были делать мун вот любопытно будет ли ставить в ответку экспант будет ли пытаться подразвлечь текущий эксп нет он будет сразу ставить свой причем именно сразу то есть он крипит и тут же его маунтит выращивать дерево чтобы не тратить время на перекопку то есть он понимает что он позади один из способов догнать это как раз ой выманивает командирограф прикопка окружением конечно будет и грызаться не дают протаковать не похож на орны до медалька 4 силы 4 int и прикопка виспа и томов экспириенс кстати выпадаетесь судя по анимации 2 сразу алхимик обоих устраивает пока что криппинг мун скорее всего будет сейчас фонтанчик забирать проверил красную точку видел что поздновато или там арчи просто лечить я уж не знаю далее все все таки мунт будет пытаться будет пытаться хорость хорость эксп но нужно отстает по эксперт у него алхимик совсем неопытный разбудить нейтралов не думаю что имеет смысл что делает мун он же здесь остаться может отходит арчи прикопка как бы и фокус очень странный был ход от него там овца от яда умирает к сожалению прикопка на вражеского козла прикопка от в ответ арчи пытаются там убийцы нычку насколько я вижу на нам не показывает к сожалению но там есть там есть движуха еще блин какие же апсы конечно не это самое нерасторопные там и крипы бьют нычку и арчи стреляют они вот вот это мега важный момент все это скорее то есть вот замануха на два героя было было видимо специально сделано для того чтобы нам еще не показали как выманил нейтралов амун выманил какими-то макаром нейтралов он забайтил на двух своих героев и вся армия ловли это пошла карать у них почти получилось но за это время арчи сумели выполнить главную миссию и ловли это остается только прийти на эксп попытаться навязать бой у него срок лимита может и получится на самом деле у муна вроде есть или порт тем не менее проблемы есть экспой как вы видите у него по-прежнему битый алхимик и первого уровня он пытается развести мун то есть прийти каким-то образом ой там подрывники ловли это все-таки убьет экспант и он даже не взрывает то есть он просто угрожает экспанду если если будет телепорт он взорвет зачем видимо для того чтобы времени тратить хотя тут ничего не убивали не я не понимаю отвел бы подрывника был бы нормальный у тебя подрывничок вернулся бы взорвал строящуюся бунычку там точно зачем то есть ну убивает и убивает у него на мэне ну и так умерло одно было разрушено одно здание но все остальное было целое да вот останавливает сейчас базу мун представляете сейчас выпрыгивает подрывничок во время сражения какого-нибудь ну типа что-то занят и взрывает тебе базу вместе с висповым вместе со всей стоимостью поторопился поторопился с этого лет проверяет козел иллюзий судя по всему опять это все сведется к огромным количеству арчей как в прошлый раз называется nt подставляется козел у него кстати стоило обратить ваше внимание на то что у него амулет маны есть козел танкует очень нагло успевает диспалить виспов можно прикопать кстати еще с алхимик рус подчеркивание брейн поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает га челендж при форжу на топ ладдера какая награда была бы достойной чрап чрап а топ ладдера это какой топ то есть куда мне нужно пройти блин там же конкуренция дикая будет я же старый трендец надо подумать надо подумать кирилл я еще один челлендж не это самое не до запорола не ладдер это не так сложно на самом деле ладдер это тебе не лан турниры конкуренты все тоже старые но они по крайней мере вот в час играют хотя он из новых потянутся до старички именно топ-30 как старые добрые топ-30 это халява на мой взгляд ну для меня это нормально будет но вообще это не так сложно наверное боюсь залезть не туда хорошо опять криппинг мы знаем только что уму нам пораньше x а в остальном все одинаково то есть одинаковые герой одинаковые стратегии приблизительно одинаковые лимиты кстати а там был отменен экспо сейчас новый строится окей даже одинаковые точки сейчас они закрепили проверяет отменяет скорее всего сам закрепит вот эту базу отменит свою и на этом кстати нейтральные моба закончится на этой карте что-то надо будет делать чем миллион опять так ну еще что даешь ссылку на ликвиде у нас же события на главной странице есть соседочки совсем со всеми делами ладно hunter's hold до делается но но нет отменяется в самый последний момент он нужен для того чтобы начать делать апгрейды первую очередь на атаку арча некоторые думают что если поставить пеку в конце сообщения то можно может пропрет кастул и тут улетела видимо еще где-то я не слежу за его похождениями так ну можно было мне упрекнуть что я от отвлекаюсь от игры но на самом деле тут ничего не происходит тут буквально ничего не происходит последних двух несчастных троллей добивают это единственное кого удалось найти обоим армиям на карте что-то то что не очень умуно 0-0 против 2-0 хорошо грейт на мануэллы комментатор вздыхает так же как слон я даже на секунду подумал что я не выключил трансляцию слона нычки на мыне да нет нет как какое засада 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 ну хотя там оси дочка и инвул может быть этот дороже будет там еще став если есть то вообще не надо было так делать ну да это она она определенно того не стоило как бы ты теряешь что это что то есть ты видишь на те идет герои у тебя есть выбор окружать не окружать герой алхимик жирный с большим инвулом у кипера став став палил до нычка на мы не реально нычка на мы не делаешь ты перекопаться с ума с этим при этом как только ну ты же понимаешь что как как только ты в кучу взбиваешься сразу же начинается оси дочка ты конечно тоже начинаешь лечить с всех алхимиком своим замечательным но там же еще арчи добавляют в результате минус тп минус 3 арчи на что на 1 став реально реально убить этого алхимика было ну я не знаю как что нужно было сделать чтобы убить этого алхимика сейчас преимущество вроде как легкая есть умуна по по опыту то есть у него менее опытный алхимик но более опытный кипер кипер уже пятый там четвертый там почти четвертый алхимик там третий 520 сладкий чемпион большой красавицы и и джи стартовал нажмите на толпу там какая-то китайская девушка на аватарке и розовое оформление кайф вот они уведомления ребята уведомления должны проходить по всем трансляциям по всем каналам сайта большие ракеты летят да это конечно это грубо вот стриме шикском например да и пролетает кто у нас нет я не хочу приводить пример что не посчитали что подматривать им героем экспант до шагала все-таки до шахты прикапывают мун правда тоже достроил эксп второй играет на атаку уверен что там меткость естественно у всех уже сделано нужен летящий бобер на гг надо чтобы по стриму пролетали тоже такие плашки с котиками там самые разные записал про уведомления по по всем трансляциям это вообще это странная фича потому что когда ты делаешь стрим канал это вотчина стример по крайней мере так раз расценивается и например ты стримишь турнир какой-то по старкрафту например ты помните пролетает уведомление что там началась трансляция другого стримера на твоем канале на твоей трансляции прилетел какой-то краб вот с розовой аватаркой и и уведомил всех твоих зрителей о том что там началась движуха о джонни опасный привет у нас есть пользователи с никнеймом джонни опасные вчера еще играл джонни кейдж мы его учитывая какую степень угрозы он представлял фогичу мы его опасно называли привет мейка привет дар рэзэд пассивненько играют вот кстати эта карта она для арча очень подходит и как раз вот для тактических позиционных битв потому что тут есть места где сложно пробраться где очень хорошо будут решать именно рэнджовые понятно что можно вызвать ивентов там убрать частичный лес бла 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 но это не открытая карта это не открытая карта и вот построить нычку в центре поставить тут не знаю магаса пару бараков и здесь можно жить просто жить и отбиваться от всех всех проблем но он увидел что лавлиет пытается занять центр и кажется сам решает выдвинуться сюда пока не достроилась пока здесь нет никакой защиты или пошел в размен на экспанк я уж не знаю что он планирует делать да скорее всего он просто хочет его выманить и сражаться на своей территории телепорт закупать хочет в магазине там не телепорта это косяк во первых как он пропустил мимо проходящую базу да в бараке вот как раз о чем я и говорил может это осознанный бей строит что он не может сейчас сражаться и решил поставить нычку ну сейчас к нему на мейн приду просто и все я имел ввиду что если ты в центре находишься не пропускаешь типа врага там как-то но это видимо сложно было сделать минус мануэл делает мы отступает торопиться ему некуда этом центре нычка но она только-только начала работать он просто видимо не хочется на мы не не хочет на мы не сражаться из-за что мануэлы лучше ударить по центральной базе как думает мун потому что достраивается два барака просветочка на арчи ой тут кипер может не уйти инвол прикопка арчи перегруппировывается козла опять заставляют отступать на последних хитах риджуф от медведя рык хороший еле добегаю до арчи ладно одну успели убить там битва арчу втроем то очень бит алхимик 4 осетку ловит но нет маны на прикопку но ему все равно даже с руки вот то что пролетает от кипера больно еще минус арча на развороте и кажется мун здесь все-таки доминирует ему бы еще базу поставить справа там где нычка противника что ресурсы есть потому что это же мун он может себе позволить такие вещи статистически правильные наглые но правильные поэтому я думаю что мы сейчас поставят влепит эту базу или по крайней мере туда отправит виспан лалай тоже пытается там что-то сделать управляет виспан чешет щеку никнейм у человека любовь носовая чувствительность свинья представлен небольшого небольших небольшого мороженого ах сердечная ракета приходит зритель это смайлик китай рык разбирается с овами вынуждены подходить виспы верхний ов еле еле держит сдерживают пять виспов шесть виспов чинит его справились зато минус медведь нормально они ерунда справа базу смысла чтобы ставить не было потому что там там же мэйны закончились больше идти некуда кроме как туда центральная база особенно важно потому что там больше запас по золоту получается ему нужно с ней что-то делать потому что экспант закончится быстрее ну плюс он играет сейчас два в один будет играть два в один лалайт понимает что ему нужно разводить сражаться невыгодно просто ему нужно выигрывать время но он приходит пытается отменить мэйн ну который перекопался на экспант а в это время на базе муна убивается ушатывается барак достаточно быстро ушатывается я думаю пара мунвеллов уйдет тэппортируется надо мунвелл нельзя отдавать пошел телепорт да вот 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 я об этом говорю да вот это мун тут же базу ставит там красиво что виспы курит там алхимик уже пятый виспам противопоказано подходить а может быть у него виспов не так много это он брал шедра как раз для того чтобы виспов спокойнее юзать кажется лалайта не пятый четвертый виспы курит чего крайне не мобильная армия что у того что у другого энты все строки увидели сделающуюся базу справа рык оо о с другой стороны нападает мун кидают оситку в кучу арчей бараки перегруппироваются не знаю справится ли там энте или не справится патма получает второй уровень не критично и абсолютно медведь смотрите как быстро уходит медведь раз пол хп 2 пол хп нет медведя большому на 1 2 есть рык можно сделать так не хочется сражаться еще с деревом а там сзади козел на которого мун отвлекается пытается прикопать но рэнджа них хватает рык экспанту муна убили вынужден делать свиток чтобы спасти арчей какая-то масситка влетает в огромное количество арчей минус патма скорее сейчас будет умирает в считанные секунды там он вроде как поддавливает 55 лимита у лавлиета против 57 тем не менее у муна но герои живые и прикапывается кипер у него есть большой бутылёк она выпивает но тут же сносится больше да ладно все но это гг тут без козла еще свиток как как просто контрольный выстрел в голову алхимик пытается выжить но фокус слишком серьезный это 3 1 мун чемпион мун чемпион мун чемпион 22 косаря баксов лучший игрок в корее и в китае но сегодня мы посмотрим как надо играть за андедов приходите в 6 часов вечера на продолжение на финал европейской квалификации на голд в финале играют хэпи против кэша в нижней части сетки еще рассчитывают на квоту потому что квоты 2 разыгрывается хавк как минимум фогич тарзейн вроде жив и конечно джонни кейдж как-то так все я побежал надо ехать к отдохнуть хоть к родителям съезжу спасибо большое за внимание я поставлю перед отъездом заливаться запись он получил 4 часа спасибо тем кто смотрел кто встал все-таки в эти 7 пол восьмого для того чтобы посмотреть варик увидимся вечером начало в 6 часов пока